Добрый вечер. Меня зовут Миша Беленко. Я работаю в Яндексе. Здесь я руковожу управлением машинного интеллекта и исследований. Спасибо большое, что вы сегодня пришли. Надеюсь, вам будет очень интересно послушать про то, что мы вам расскажем про то, чем мы занимаемся. Сегодня будет три рассказа про то, что мы изучаем, пишем и выпускаем. Они будут довольно разные, поэтому надеюсь, что всем, независимо от ваших специфических интересов, будет что-то очень применимое, а что-то просто интересное и развивающее горизонты. Сначала мы расскажем про то, что мы изучаем, про то, как можно мерить в онлайне эксперименты. Делать это очень эффективно, как бы совсем неожиданно. Потом вы услышите про перевод, как он улучшается все сильнее и сильнее. Ну и напоследок будет такая история на ночь про методы обучения, старые, новые, как их можно иногда неожиданно объединять. Мы постараемся, чтобы это было для вас более интерактивно, чем обычно, тем, что мы оставим много времени на вопросы. После всего этого будет небольшой фуршет, естественно. И также будет время для того, чтобы пообщаться между собой и с теми из нас, кто из Яндекса здесь. Поэтому надеюсь, что вам все это понравится. На этом месте мы зовем Лешу Друтцу, который у нас ведущий следователь в Яндекс.Ресерче. Он за многие годы в Яндексе нанес непоправимую пользу уже ни одному продукту. От рекламы, где он занимался аукционами много, до поиска, где он много занимался измерениями, о которых он сегодня и расскажет. Да, Миша, спасибо. Мой доклад сегодня будет про онлайн оценку качества для эффективной разработки веб-сервисов. Но прежде я начну про нашу команду, расскажу коротко, чем мы занимаемся. Мы в отделе исследований научных занимаемся самыми разными областями компьютерных наук. Это и анализ данных, и теория теоретической основы машинного обучения, обработка естественных текстов, компьютерное зрение и информационный поиск. Также иногда удается позаниматься аукционами и теорией игр. Наш небольшой отдел постоянно публикуется на ведущих конференциях в этих областях, таких как NIPS, ICML, KDD, CVPR, ACL и так далее. На данном слайде приведены лишь те статьи, которые были опубликованы за последние несколько лет, а именно одна штука. В сегодняшнем докладе я расскажу об одном из направлений, которыми мы очень концентрированно занимались в последние годы. Это онлайн оценка качества веб-сервисов. За последние пять лет мне и моим коллегам удалось внести существенный вклад в развитие этой тематики, и за это время мы опубликовали 14 статей на ведущих конференциях, и в частности одна из этих статей получила награду лучшей статьи на ведущей конференции по информационному поиску в 2015 году. Онлайн оценка качества в процессе разработки веб-сервисов или продукта играет ключевую роль для принятия решения о том, стоит ли запускать новую функциональность или нет. Для этого две версии сервиса сравниваются на реальных пользователях посредством оба-тестирования. И давайте рассмотрим, как этот процесс устроен в Яндексе. В каждый момент времени проводятся десятки оба-экспериментов, например, такие как эксперимент, приведенный на этом слайде. Мы видим два варианта выдачи на один и тот же поисковый запрос. Поднимите руку, кто заметил различия в этих двух выдачах. Спасибо. Довольно густой лес рук. Действительно, эти две выдачи отличаются тем, что рядом с результатами правой выдачи присутствуют миниатюрные картинки. А поднимите руку те… Ой, простите. Поднимите руку к те, кто считает, что правый вариант выдачи лучше, чем левый вариант выдачи, то есть улучшает сервис. Спасибо. Давайте вы запомните ваш ответ. Правильный ответ я скажу чуть позже, а пока рассмотрим следующий пример. На слайде опять приведены два варианта выдачи на один и тот же поисковый запрос. Поднимите руку, кто не видит различий между этими двумя выдачами. Спасибо. Действительно, здесь трудно не заметить различия в этих выдачах, потому что на правом варианте отсутствует так называемый объектный ответ. Снова давайте кто-нибудь… Все поднимите руку, кто считает, что правый вариант сервиса лучше, чем левый вариант сервиса. Ну, парочка есть. И на том спасибо. Снова давайте запомним ваши ответы. Правильный вариант я скажу через несколько минут. Многие из вас могли заметить, что ответ на мои вопросы очень сильно зависит от того, что мы вкладываем в понятие слова «улучшить». Поэтому давайте разберемся, что же находится под капотом АБ-тестирования или АБ-эксперимента. Для тех, кто знаком с АБ-тестированием, это также будет не лишним, просто вспомнить ключевые опорные моменты этого процесса. Итак, для каждого эксперимента выделяется некоторый набор пользователей, которые будут участвовать в этом эксперименте. Далее этот набор пользователей делится случайным образом на две группы. Например, поровну мы половину пользователей определяем в группу А, а половину пользователей определяем в группу Б. Затем в каждой из этих групп показывается собственная версия вашего сайта, веб-сервиса или продукта. Например, для группы А вы показываете текущую рабочую версию продукта, которая показывается большинству пользователей. А группе Б вы показываете новую экспериментальную версию продукта, в которой зашита, например, какая-то новая функциональность, и которую вы хотите протестировать. После истечения какого-то времени вы завершаете эксперимент, например, через неделю или через две, и собираете со всех пользователей некоторую статистику, какую-то информацию об их поведении. Например, это может быть какое-то одно число для каждого пользователя. Это число мы называем ключевой метрикой, и, соответственно, мы что делаем с этим числом? Например, если это число, количество сессий пользователя на сайте в течение эксперимента, то это вполне понятное число. Что мы делаем с этим числом? Мы это число агрегируем среди всех пользователей в каждой группе и получаем по одному числу для каждой из групп. Иногда это называется агрегированная метрика или как-то еще. Таким образом, мы получаем по одному числу для каждой группы. Для нашего примера это среднее количество сессий на пользователя в каждой из групп. Имея эти два числа, мы берем их разницу. И, во-первых, сравниваем эту разницу с нулем для того, чтобы понять, изменилась ли ваша метрика в положительную сторону или в отрицательную. А также запоминаем, насколько большая эта разница была. Так, исчезла. Но этого, на самом деле, вам недостаточно знать, потому что все мы знаем, что, во-первых, разделение пользователей на группы случайно, во-вторых, поведение пользователей тоже вполне подчиняется какому-то случайному процессу. А потому наблюдение вашей разницы — это некоторая случайная величина или реализация случайной величины. Поэтому для того, чтобы понять, отличается ли та наблюдаемая разница от возможного шума в данных, мы применяем статистический тест. Например, это может быть всем известный T-test student. После того, как мы его применили, мы принимаем решение, действительно ли то изменение, которое мы наблюдаем, является следствием новой функциональности, которую мы тестируем. Или же это наблюдение — это всего лишь некоторый шум в данных, а в действительности ваша новая функциональность никакого влияния на пользователей не оказала, ну, по крайней мере, с точки зрения этой метрики. И вот эти два процесса подводят нас к двум ключевым свойствам или определениям метрики, которыми должна метрика обладать. Давайте подробнее разберемся в этих двух свойствах. В действительности наблюдаемая разница средних величин метрики X для версий A и B является несмещенной оценкой среднего эффекта влияния, который в свою очередь также является разницей, но уже математических ожиданий метрики X для версии A и для версии B. Таким образом, нужно всегда помнить, что наблюдаемая дельта является реализацией случайной величины. Давайте представим, что в результате эксперимента мы получили дельту, равную 1% увеличения числа сессий на пользователя. Много это или мало? Вот здесь вот на экране это указано как такой большой отрезок. Наверное, это очень большая величина, правильно? Но вот чтобы в этом разобраться, надо выяснить, можем ли мы наблюдать такую дельту, если версии сервиса неразличимы. То есть по-другому средний эффект влияния равен нулю. Иногда это условие называется нулевой гипотезой. Так вот, здесь все очень сильно зависит от того, каково распределение этой дельты. Вот на экране приведены два возможных варианта распределений. И нетрудно заметить, что в случае, если мы имеем дело с распределением синего цвета, то вероятность наблюдать вот эту вот дельту намного меньше при нулевой гипотезе, чем если мы имеем дело с распределением зеленого цвета. Правильно? Поэтому для того, чтобы понимать или быть уверенным в значимости того наблюдения или наблюдаемого изменения, мы вычисляем вероятность наблюдать эту дельту или больше при условии нулевой гипотезы. Для того, чтобы вычислить эту вероятность, как правило, мы применяем всем известный IT-тест студента, который основан на тест-статистике. Формула этой тест-статистике приведена на экране, где в числителе всем знакомое уже находится дельта, а в знаменателе присутствуют еще две величины. Первая величина — это дисперсия метрики х для каждой из групп, а вторая величина — это размер выборки каждой из групп. Чем выше модуль тест-статистики, тем более мы уверены в наблюдаемом изменении в нашей дельте. Давайте же внимательнее разберемся, при каких условиях модуль тест-статистики будет больше. Рассмотрим выражение для тест-статистики. Оно зависит от трех величин, как я упоминал ранее. И понятно, что этот модуль тест-статистики будет выше, если чувствительность, если числитель будет больше, то есть если эксперименты будут сильно менять метрику. Только при этом условии числитель будет больше. Например, если эксперименты будут менять метрику на 10%, на 20%, на 30%. Какие еще большие числа мы можем вообразить? Но на самом деле такое бывает очень редко, когда ваш сервис много лет развивается и улучшается. И кроме того, размер изменения в эксперименте зависит от самого эксперимента, от той функциональности, которую вы тестируете. Если вы тестируете функциональность, которая очень слабо меняет на пользователей, то и дельта будет очень маленькой. Поэтому числитель нам не подвластен. И поэтому если мы хотим повышать тест-статистику или иметь ее больше, то от нас зависит только знаменатель. Только его мы можем менять. Самый простой способ — это повысить количество пользователей, которые мы используем в эксперименте. Но этот способ плохой, потому что он снижает пропускную способность экспериментальной платформы, а значит ее эффективность. Альтернативный способ — это снижать дисперсию метрики. Таким образом мы постепенно приходим к такому понятию, как чувствительность метрики. Будем считать, что чувствительность метрики — это средний модуль тест-статистики по всем экспериментам. Чем выше чувствительность, тем более слабые изменения мы можем замечать в нашем эксперименте. Или альтернативно мы можем использовать меньше пользователей в эксперименте, чтобы наблюдать те же изменения, которые мы наблюдали раньше, но на том же уровне за счет меньшего количества пользователей. И основным ключом к повышению чувствительности является уменьшение дисперсии метрики. То, о чем я говорил на предыдущем слайде. Но давайте теперь перейдем ко второму понятию, ключевому понятию или свойству метрики — направленности. Для этого вернемся к нашим примерам об экспериментах и рассмотрим две метрики. Первая метрика — это количество кликов на пользователя за время эксперимента, а вторая метрика — это количество сессий на пользователя, тоже за время эксперимента. Оказывается, что в данном примере количество кликов на пользователя увеличилось, То есть, что говорит о положительном эффекте, посетители лучше используют результаты выдачи. Но, кроме того, количество сессий на пользователя также выросло. Это означает, что пользователи стали чаще возвращаться на наш сайт для того, чтобы решать свои повседневные задачи. Давайте рассмотрим второй пример. Во втором примере мы также наблюдаем увеличение количества кликов, поскольку в правом варианте ответов отсутствует объектный ответ, то есть ответ на тот запрос, который пользователь задал. А, следовательно, этот ответ они должны искать, переходя на сайты, и, следовательно, совершать больше кликов. Но, несмотря на это, правый вариант сервиса без объектного ответа приводит к снижению числа сессий на пользователя. И на этом примере мы видим, что кликовая метрика активности пользователей вступает в противоречие с более долгосрочной метрикой, измеряющей лояльность пользователя, более подходящей, важной для компаний, ориентированных на долгосрочные цели. В итоге, что мы имеем? Мы имеем количество кликов увеличенное, а количество сессий уменьшенное в этом эксперименте. Поэтому в данном случае, в данном примере были правы и те, кто подняли руки, и те, кто их не подняли. Если коротко подводить итог, то хорошей метрикой мы называем ту метрику, которая имеет ясную интерпретацию направления ее изменения или по-другому направленности. И это является ключевым критерием при выборе метрики. Потому что без этого свойства любому аналитику очень трудно сделать правильный вывод или принять правильное решение об успешности или неуспешности тестируемого обновления или функциональности вашей системы. Давайте рассмотрим некоторый класс метрик, называемых метриками пользовательской увлеченности. Просто для примера. Как правило, к этому классу метрик относят две группы метрик. Первая группа — это метрики лояльности пользователей, такие как количество сессий на пользователя, время его отсутствия и так далее. Вторая группа состоит из метрик активности. Это такие метрики, как количество кликов пользователя, количество запросов пользователя, его время, проведенное на сайте и так далее. Первая категория метрик обладает очень хорошей направленностью, потому что интерпретация ее изменений очень прозрачной и, как правило, коррелирует с метрикой. Изменения этой метрики хорошо коррелируют с долгосрочными целями компаний, которые ориентированы на долгое существование и развитие. И при этом, к сожалению, эти метрики имеют очень низкую чувствительность. В наших экспериментах такие метрики очень тяжело сдвинуть, потому что очень трудно изобрести какую-то новую функциональность, которая существенно повысит лояльность пользователя или которая существенно повысит количество задач, которые они решают в своей повседневной жизни. Напротив, метрики активности имеют путанную направленность, но при этом имеют очень высокую чувствительность. Их очень легко сдвинуть. Любой эксперимент, который внедряет функциональность, изменяющую дизайн или затрагивающую дизайн, сразу приводит к изменению метрик. Почему? Потому что пользователи, даже если им не нравится эта новая функциональность, они вынуждены ее изучить, попробовать, посмотреть, что с ней происходит. В результате они совершают больше кликов или меньше, наоборот, если они отвлекаются от какого-то другого действия. И, соответственно, метрика сдвигается. Поэтому очень важной задачей является увеличение чувствительности метрик лояльности, но при сохранении их направленности. Ну, если суммируя все ранее сказанное, мы имеем следующую важную задачу. Это улучшить чувствительность ключевой метрики, но сохранить ее обязательно направленность. Чувствительность, потому что это позволит выявить более слабые изменения метрики, а также использовать меньше пользователей. И то, и другое повышает эффективность или производительность платформы по проведению экспериментов. А направленность обязательно нужно сохранить, чтобы делать правильные выводы об изменении качества системы. Далее в своем докладе я расскажу об одном из приемов повышения чувствительности метрики, который применяется в Яндексе, и про который мы опубликовали статью на конференции KDD в 2016 году. Данная техника основана на вычитании предсказания значений метрики из самой метрики для понижения ее дисперсии. Давайте рассмотрим временной отрезок, который схематично разбит на два подинтервала. На период времени, в котором проводится эксперимент, и на некоторый период времени до этого эксперимента. Предположим, что мы рассматриваем в качестве ключевой метрики количество сессий, приведенных данным пользователем на нашем сайте в течение эксперимента. Пусть также у нас имеется некоторый набор показателей, фичей, характеризующих пользователя. Например, это могут быть количество сессий этого пользователя, которые он провел в предэкспериментальный период на нашем сервисе. Аналогично в качестве фичей могут выступать другие метрики, которые мы измерили в этом периоде. Кроме того, мы можем использовать какие-то статические характеристики пользователя. Например, пол, возраст, какие-то еще его данные, если они нам доступны. И, наконец, пусть мы имеем некоторый предсказатель, который на основе данных показателей предсказывает нашу ключевую метрику. Например, это может быть какая-нибудь простая линейная модель. И вообще самым простым и хорошим предсказателем является количество сессий, приведенных пользователем в предэкспериментальный период, если длительность предэкспериментального периода равна длительности эксперимента. Суть этой техники, о которой я рассказываю, составляет следующий подход. Мы вместо того, чтобы использовать метрику x, используем метрику y, которая равна метрике x минус предсказанному значению этой метрики x. На нашем примере это означает, что вместо того, чтобы смотреть на количество сессий в эксперименте, мы будем смотреть, каково изменение в количестве сессий по сравнению с тем, сколько мы ожидали на основе нашего предсказания. Давайте разберемся, почему эта техника работает. На самом деле мы можем доказать следующие теоретические гарантии про нашу технику. Во-первых, если ваш предсказатель не зависит от эксперимента, от той экспериментальной выдачи, которую вы проверяете или тестируете, например, это может быть вследствие того, что вы не используете факторов, собранных с пользователя, после начала эксперимента. То есть, если вы используете в качестве факторов только те данные, которые были собранными вами до эксперимента, вы гарантированно получаете следующее утверждение. Средний эффект влияния новой метрики равен в точности среднему эффекту влияния старой метрики. А значит, наблюдаемое изменение метрики Y будет несмещенной оценкой среднего эффекта влияния исходной метрики X. Таким образом, мы гарантируем, что метрика Y имеет ту же направленность, что и метрика X. Давайте рассмотрим теперь вопрос чувствительности. Предположим, что вы используете предсказатель, который является оптимальным среди моделей машинного обучения, который замкнутый относительно умножения на скалярную величину. Тогда нетрудно доказать, что дисперсия метрики Y будет гарантирована меньше дисперсии метрики X. То есть, это означает, что метрика Y точно понижает дисперсию или повышает чувствительность, что одно и то же, как мы до этого выяснили. Таким образом, мы на самом деле уже достигли, почти достигли необходимой цели, поскольку мы получили новую метрику, которая сохраняет направленность и, вообще говоря, потенциально может повысить чувствительность или понизить дисперсию. А давайте же теперь поймем, насколько мы можем понизить дисперсию или повысить чувствительность. Если мы дополнительно потребуем, чтобы ваш предсказатель был оптимален среди класса моделей, которые замкнуты относительно прибавления константы, то тогда дисперсия метрики Y будет в точности равна среднему квадратичному отклонению вашего предсказателя. Это очень сильный и важный результат. Таким образом, степень, насколько вы понижаете дисперсию, равна в точности степени того, насколько вы улучшаете ваш предсказатель. Чем лучше вы делаете ваш предсказатель, либо за счет моделей, либо за счет факторов, тем сильнее вы понижаете дисперсию метрики и тем выше растет ее чувствительность. Давайте подведем итог. Новая метрика получилась. сонаправленной с метрикой X. Новая метрика Y понижает дисперсию или повышает чувствительность метрики X. И кроме того, вы можете контролировать степень повышения чувствительности за счет улучшения качества предсказания вашей исходной метрики X. Какие мы предположения для этого использовали? Для этого мы использовали, во-первых, независимость предсказателя от эксперимента, а во-вторых, использовали тот факт, что ваш предсказатель является оптимальным с точки зрения среднеконтретичного отклонения в классе моделей замкнутых относительно умножения и прибавления константы. На самом деле, таким свойством обладают линейные модели, а также широко используемые деревья решений, которые построены градиентным бустингом. мы провели эксперименты, исследовали, не будем путать со словом эксперименты и АБ-тесты, в которых мы рассмотрели количество сессий в качестве ключевой метрики, использовали 51 фактор о пользователе, в частности, количество сессий в предэкспериментальный период и время захода пользователя в эксперимент, первый его заход в эксперимент, и использовали 161 АБ-тест как выборку, на которой вычисляли количественные показатели. В результате нам удалось достигнуть следующих результатов. Мы понизили дисперсию метрики, исходной метрики лояльности на 63%, что эквивалентно трехкратному сокращению числа пользователей, которые нам необходимы в эксперименте, чтобы получать метрики, чтобы получать тест статистики того же уровня, как с исходной метрикой. И, наконец, мы в два раз большем количестве экспериментов замечали статистически значимые изменения. Все подробности об этом исследовании и об экспериментах вы можете с легкостью прочитать в нашей статье, которую мы опубликовали в 2016 году. Давайте еще раз подведем в качестве напоминания основные моменты этой техники. Первое. Вместо того, чтобы использовать в качестве ключевой метрики ту метрику, на которую вы смотрите, берите и вычитайте из нее предсказанные значения этой самой метрики. Кроме того, используйте продвинутые методы машинного обучения, чтобы качество предсказания вашего предсказателя было наилучшим. За счет этого вы сможете добиться максимального сокращения дисперсии и повышения ее чувствительности. Наконец, обязательно следите за тем, чтобы факторы, которые используются в вашем предсказателе, были независимы от измеряемого или тестируемого функционала. Это будет гарантировать вам, что новая метрика не будет путать вас в принятии решений, то есть будет иметь ту же направленность, что и метрика x. Если вы хотите знать больше, то, во-первых, наша команда Яндекса организует полнодневный тюториал на ведущей международной конференции по интернет-технологиям, ранее называемым www.dub.dub. Сейчас это The Web Conference. Если вы случайно окажетесь во Франции в конце апреля, то можете заглянуть и узнать в деталях, как устроена в Яндексе платформа для экспериментов, с какими подводными камнями можно столкнуться при ее развитии, а также современные технологии, какие в ней применяются. Наверное, многие из вас могли заметить флайеры с рекламкой этого мероприятия, которые лежали на стойке регистрации, поэтому, если кому-то интересно, вы можете подойти на стойку регистрации и взять флайер, если вдруг тяжело сейчас воспользоваться QR-кодом. Во-вторых, поскольку не все в этом зале имеют возможность побывать на нашем титториале, тяжело добраться до Франции и так далее, мы готовим онлайн-курс для Курсеры, который выйдет ориентировочно этим летом и мы ожидаем, что осветим там широко также тему онлайн-оценки качества. На этом с меня все. Спасибо за внимание. Какие ваши вопросы? Пожалуйста, поднимайте руки, к вам подадут с микрофоном, а потом вы сможете задать вопросы. И еще лучшему вопросу в конце будет приз. Здравствуйте, спасибо за доклад. Меня зовут Мирослав, я из компании Intel. У меня вопрос такой. Я правильно понимаю, что когда вы говорили про тест-статистику, вы вообще говоря ее распределение в итоге не использовали? Или вы все-таки делали полноценный титест, то есть квантили там считали? Давайте я немножко уточню вопрос. Имеется в виду, мы использовали в рамках там исследований, в рамках статьи или вообще регулярно в Яндексе используем? У меня просто такой каверзный вопрос, просто если вы использовали итоговое распределение у этой статистики, то вообще говоря, вам надо бы знать распределение х той самой выборки. Все верно. Правильный вопрос. Это уже мы немножко углубляемся в то, как проводить АБ-эксперименты и соответственно применять проверку статистических гипотез. В нашем случае, в случае Яндекса, мы имеем дело с огромным количеством пользователей, а потому в тех экспериментах, которые мы проводим, участвуют десятки, если не сотни тысяч пользователей и в этом случае мы применяем нормальное распределение, поскольку большинство метрик, если мы говорим о пользовательских метриках, вот как в примерах, которые я приводил, они будут распределены нормально в средней величине. Окей, спасибо. Когда мы обучаем модели с помощью, например, нейросетей, нам всегда хочется из нашей выборки выделить как можно больше трендсет, и как можно меньше тестсет. Если тестсет маленький, соответственно, та же проблема состоит большого варенца. Вот ваш подход можно ли обобщить для того, чтобы сократить размер тест-выборки, при этом чтобы наши оценки имели низкий варенц? На самом деле не очень понял вопрос. Он касается скорее, он связан с применением по-прежнему к АБ-тестированию или к каким-то другим технологиям? Нет, например, к задаче классификации. Когда мы обучаем классификатор, у нас есть тестовая выборка, есть обучающая выборка, и хочется, так сказать, побольше сделать обучающую, поменьше тестовую, но тогда, соответственно, на этой тестовой мы не заметим, например, разницу в 5% между классификаторами. смотрите, на самом деле техника понижения дисперсии метрики, она универсальная, она не обязательно применима к АБ-тестированию. В данном случае мы говорим об АБ-тестировании, потому что у нас нету пар в нашем тесте. Как правило, в машинном обучении используются парные тесты, они довольно сильно чувствительные, там, как правило, нет необходимости повышать чувствительность метрик, каких-то, которые вы измеряете в процессе машинного обучения. Тем не менее, можно это делать. Как это будет, как это отразится на задаче классификации, но это можно отдельно обсудить. Можно, например, в перерыве. А есть еще вопрос? Здравствуйте. Меня зовут Евгений и такой интересный вопрос. А как в рамках АБ-тестирования вы подходите с вопросами о прыжках веры? То есть, когда бизнес-метрика сначала идет резко вниз, например, это новый дизайн, а потом возвращается на какую-то полочку выше? Ну, это такой хороший вопрос, на самом деле, про веру, не про технологии. Действительно, мы в Яндексе на самом деле ориентируемся не на одну метрику. Все разные продукты ориентируются на разные целевые метрики, которые у них заложены. и для ключевых продуктов вообще говоря, выстраивается иерархия метрик. Ясно, что на какие-то совсем долгосрочные метрики мы не можем смотреть в рамках АБ-эксперимента, потому что АБ-эксперимент проводится, не знаю, неделю, две, максимум месяц, а долгосрочные метрики могут, например, иметь эффект через год. Ну, например, самая долгосрочная метрика, ну, или там в шутку, например, это цена акций компании, выросла она или нет. Можем мы на ней провести АБ-эксперимент? Наверное, не можем. Но для этого как раз устраивается иерархия метрик, и, наверное, лучше всего на этот вопрос ответили в такой статье, по-моему, 2009 года. Есть такой Ронни Кахави, известный следователь, который фактически много сделал для этого направления, по крайней мере, для веб-сервисов. И есть статья, в которой он просто излагает, как надо, как вот выстроить иерархию метрик и как по этой иерархии метрик вычислить финальную метрику и как каждая отдельная метрика влияет на целевую или долгосрочную метрику. Я продолжу тогда. Ладно. А у вас есть какой-нибудь, ну, то есть, если мы строим иерархию метрик, мы предполагаем, что метрика более простая, она более чувствительна, но при этом она является прокси для более важной метрики. Да. Ну, там, скажем, конверсия, ваше качество поиска несколько влияет на количество сессий, ну, предположим. у вас есть какой-то автоматизированный способ доказывать, что вот это соотношение, то есть, вот эта вот опромаксационная сила, она сохраняется с течением времени? Смотрите, у нас, естественно, нет ничего, что доказывает, да, но на самом деле у нас есть некоторые приемы, которые, по которым мы ориентируемся в этой иерархии. На самом деле, лучше на этот вопрос ответят люди, которые отвечают именно за экспериментальную платформу, а не за техники, ну, с точки зрения исследований и технологий, а может кто-нибудь из команды с ментальной платформы поднять руку, чтобы было понятно, кому обращаться, если подробнее детали интересны. Дать возможность ответить сейчас Илье или как? Миша. Илья, ты там, или ты был, да? Ну, можно, наверное, прямо сейчас вот. Господин Катцев, который верховный магистр всего, что связано с метриками, как никто, как раз уволномочен. Да, меня зовут Илья Катцев, я занимаюсь метриками. Так, а в чем еще раз был вопрос? Насколько предсказательна сила одной метрики в отношении к другой? Сложно. Вы построили иерархию метрик. Так. Прошло 4 года. Так. Поиск изменился. Вы как-нибудь с течением времени продолжаете подтверждать то, что конверсия является хорошим прокси для DAO? Ну, то есть, то, что метрика… Ну, конечно, да. Более того, мы за 4 года делаем новые метрики. Ну, понятно, что вы эволюционируете. как это происходит какими аппаратами? Это секрет. Самое интересное всегда так, да? Если серьезно, я могу ответить или правдиво, или кратко. Поэтому лучше подойдите и потом… Отлично. Здрасте. Скажите, раз, раз. При АБТестировании можно, конечно, когда у вас на 63% улучшилось качество, отстреливать исследуемых пользователей. Но вообще пользователи обычно имеют какое-то распределение по каким-то своим характеристикам. Соответственно, можно учитывать это распределение и принимать решение о предпочтительности новой версии относительно старой для разных групп пользователей. Ну, понятно, там можно персонификацию поиска делать. Вообще, ну, в Яндексе какие в этом смысле персонализированные сервисы именно вот таким тестированием разделяются, то есть для разных групп пользователей разные версии какого-то сервиса. Ну, хорошо, я понял вопрос. Само для этого сложно… Именно такие долгосрочные, то есть, понятно, можно… Я понимаю, это сложный вопрос. Его, наверное, правильнее адресовать тем, кто делает продукт, но вообще общая логика подсказывает, что пункт один. Все сервисы в какой-то мере персонализированы. Вопрос баланса между расходами, которые мы тратим для того, чтобы делать персональные продукты для каждого пользователя и тем, насколько разнообразна это персонализация. Ясно, что персонализация, скорее всего, она какая-то алгоритмическая, то есть вы, не знаю, не можете показывать одному пользователю результаты синим цветом, другим каким-то вообще шрифтом или что-то такое делать. Как правило, персонализация заключается в том, что есть какой-то алгоритм, который подстраивается или обучается под пользователей. Но, опять же, конкретно, как делается это в поиске или в каких других сервисах Яндекса, это стоит задавать людям, отвечающим за продукты. И, наверное, коллеги подскажут, кому это лучше адресовать. Добрый вечер. Спасибо большое за доклад. Меня зовут Михаил Костюков, компания Aspos. У меня есть такой вопрос. Где-то вот прошлым летом я проснулся, было хорошее утро, но вот, к сожалению, конференцию по скайпу удалось провести минут на 15 позже благодаря компании Microsoft, которая сделала обновление скайпа. В связи с этим вопрос. Яндекс не планирует выпустить какой-нибудь курс об тестировании для чайников или как не сломать уже работающий продукт в какое-то ближайшее время? Спасибо. То есть, правильно я понимаю вопрос, который заключается в следующем, что мы должны учить Microsoft проводить правильно бы эксперименты. Ну, давайте расскажу предысторию. На самом деле, одна из важных групп исследовательских, которые занимаются обэ-тестированием, как раз состоит в Microsoft. они написали во много большее количество статей, чем мы. Соответственно, я не думаю, что мы можем их прямо учить, как надо проводить эксперименты, но кажется, что в данном случае кто не ошибается, чего мы будем посудить. Мы, давайте так, поскольку свои секреты мы здесь не раскрываем, а микрософтовские можем. Они далеко. Одна из проблем, то что в Microsoft ни одна и ни две и даже не три разных платформ обэ-тестирования. И вполне возможно, что товарищи из Skype использовали какую-то не самую лучшую. Поэтому, что же, не будем их судить строго. Улучшится. На самом деле, у них всегда есть шанс посетить наш тюториал в апреле, поэтому не вижу проблем. Если есть еще какой-нибудь последний вопрос. Там еще рука в самом конце есть. Ее не видно. А, наверное, после самого последнего тогда остальные можно будет задать в кулуарах. Леша с удовольствием ответит. Так. Я вот видел там у вас метрика такая интересная. Значит, вы берете delta x и говорите, что если она равна нулю, значит, ничего не изменилось. А пробовали такой подход сделать. Взять, сказать, что давайте delta x мы будем в максимум гнать, а входной параметр будет у нас параметром. Мы подбирать просто решаем задачу оптимизации. Проблема в том, что delta x она нами не контролируется. Вы меняете эксперимент и решаете. А, ну это типа в стиле давайте проведем эксперимент, какой цвет фона надо сделать Яндексу от белого до красного. Типа вот непрерывный параметр. Если в предел уходим в красное. Да, такие можно делать эксперименты, но основная проблема в том, что когда мы проводим эксперимент, мы стараемся найти такое решение, которое будет давать максимальный эффект. Но вот такие примеры, как правило, строятся только в случае, когда мы будем ухудшать сервис, но не повышать его. То есть просто это оптимальный. Вы ставите задачу оптимизации, она сама, она идет правильной. Или вы руками подбираете? Просто если она не найдет, то многих из нас уволят. Вы либо сами работаете, либо компьютеры заставляете. Ну, в общем, какая проблема? Что мы, когда проводим эксперимент, мы измеряем какую-то одну функциональность. Если мы параметризуем всю функциональность продукта каким-то бесконечным мерным пространством, то мы не сможем за объективно, за конечное время. Вы одну функциональность запараметризуете, как-нибудь. Вот. А как правило, та функциональность, которая внедряется, это вот одна функциональность, может быть параметризованная одним параметром. И да, ребята, которые разрабатывают эту функциональность, они стараются выбрать такой параметр, который будет максимизировать. Но не в процессе уже об экспериментах. Ну я говорю, добавьте, чтобы можно было… Я предлагаю это перенести уже с Кулары. Отмазался. Хорошо. На этом замечательном предложении мы бы хотели сейчас еще раз, наверное, поговорим Лешу. Да, спасибо. Еще вопрос. И хотим выдать приз за лучший вопрос, который… Я бы ориентировался на последний, но последний я не буду последнему вручать. Давайте вручим тому, кто задал первый вопрос про статистику, потому что это очень правильный вопрос, который я не осветил в докладе, а он, может быть, просветил больше. Дал знаний людям. Можно человеку вручить? В студию. Спасибо. А сейчас мы хотим вам представить тех людей, которые делают все это здесь. И они все про себя немножко расскажут. Так что, когда будет перерыв и после докладов, вы сможете с ними уже познакомиться более детально или выбрать тех, кто вам наиболее интересен. Сейчас у нас тут демонстрация. Так, а я должен встроиться? Я думаю, мы можем. Начиная с Саши. Привет. Я Саша Крайнов. Яндексе. Я руковожу компьютерным зрением, разработкой компьютерного зрения. Наверное, многих в зале я уже знаю. Тех, кого не знаю, с удовольствием с вами познакомлюсь. Расскажу о том, что мы делаем с компьютерным зрением и не только с ним. Да, привет. Меня зовут Анна Вероника Дорогуш. Я руководитель группы ML-систем в Яндексе. Ну, мы, соответственно, пишем библиотеки для машинного обучения. Мы делаем это внутри для Яндекса и в том числе для опенсорса тоже. Вот опенсорс у нас бустинг. Если интересно, чем именно мы занимаемся, подходите, я могу вам рассказать на перерыве. Привет. Меня зовут Павел Сердяков. Я руковожу службой прикладных исследований. Мы занимаемся исследованиями в разных областях. В функциональном поиске, в разных областях машинного обучения, в переводе, в диалоговых системах, в зрении и прочих других. И если вам интересно, как заниматься исследованием индустрии, то, пожалуйста, подходите. Я с удовольствием вам расскажу. Всем привет. Меня зовут Денис Филиппов. В Яндексе отвечаю за развитие речевых и диалоговых технологий. Моя команда занимается в том числе разработкой голосовых ассистентов, таких как Алиса. Если интересуетесь данной темой, welcome. Готов пообщаться, рассказать что-нибудь интересное. Всем привет. Меня зовут Артем. Я и мои коллеги занимаемся исследованиями, то есть чистым ресерчем с уклоном в прикладное в области компьютерного зрения. Буду рад пообщаться на любые темы по этому поводу. Всем привет. Меня зовут Валя. Я в том же отделе, что и Артем. Занимаюсь исследованием про краудсорсинг. Приходите, пообщаемся. Всем привет. Меня зовут Алексей Городилов. Со мной можете поговорить про единую платформу рекомендаций, которую мы разрабатываем, и про ML-сервисы в облаке. Кто не знает, Яндекс будет запускать ML-облако, вернее, Яндекс-облако к концу года. И, собственно, наша группа будет заниматься наполнением интеллектуальной начинки этого облака. Здравствуйте. Меня зовут Юра Бронников. Я занимаюсь голосовыми технологиями распознавания речи, синтез речи, голосовая биометрия. У нас есть вакансии. Всем привет. Меня зовут Алексей Борисов. У меня в Яндексе было две жизни. Во-первых, я благодаря Яндексу делаю PhD в Амстердаме. Могу рассказать про то, как это работает, если вам интересно. И недавно я стал снова заниматься машинным переводом. Могу рассказать много про эту задачу. И так же со мной можно поговорить про чат-ботов. Всем привет. Меня зовут Сергей Губанов. У меня в Яндексе была одна жизнь, одна любовь. Это машинный перевод. Я занимаюсь ядром машинного перевода. И со мной можно поговорить про что угодно, про машинный перевод и про sequence-to-sequence нейросеть. Всем привет. Меня зовут Антон Дворко. Я разделяю любовь Сергея и Леши Борисова к машинному переводу. Со мной тоже можно поговорить про это. Сережа у нас отвечает за базовое качество машинного перевода, а я за все дополнительные фишки, которые есть вокруг него. Приходите, пообщаемся. Всем привет. Меня зовут Боря Янгель. Я в Яндексе руковожу группой разработки диалоговых систем. Мы делаем мозги Алисы. Я рад буду с вами поговорить про Алису и про диалоговые системы в целом. Всем привет. Я, видимо, из любителей машинного перевода и руковожу группой оценивания качества машинного перевода. Собственно говоря, о чем идет вообще речь, вы можете подойти и у меня спросить. Всем привет. Меня зовут Костя. В Яндексе я занимаюсь компьютерным зрением. Если вы хотите поговорить о том, как заставить компьютерное зрение работать в продакшене, не только в статьях и прототипах, то приходите, поговорим. Всем привет. Меня зовут Игорь Яшков. Мы работаем вместе с Ильей Кацевым, который рассказывал про развитие онлайновых метрик. Мы занимаемся развитием, улучшением онлайновых и оффлайновых метрик и прием КАБ-экспериментов. Приходите к нам. У нас очень интересно. Всем привет. Меня зовут Дэвид Толберт. Я руковожу отделом машинного перевода. Мы занимаемся много разными задачами обработки естественного языка. Я буду пытаться поделиться с вами нашей любовью к машинному переводу. Спасибо. Запомните тех, кто вам наиболее интересен. Потом их найдите. Они расскажут. Спасибо. А где… Как раз вот на этом месте Дэвид расскажет про так любимый многими из нас машинный перевод. Дэвид любит машинный перевод, наверное, дольше всех, кто в этом признавался. Его любовь началась с самой главной мировой колыбели машинного перевода университета Единбурга в прошлом веке. Прости, Дэвид, что я выдаю этот секрет. После чего у него была долгая, очень успешная карьера в Гугле, от которой мы, наконец, его спасли. Спасибо. И его вторая жизнь здесь пока что идет очень успешно. Спасибо, Миша. Спасибо. 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 Миша. Спасибо. Миша. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Another example Drifted off to sleep Drifted off to sleep is slightly idiomatic So it means to fall asleep slowly Okay So actually this translation captures that information quite well Okay Sounds reasonable This translation on the other hand It's kind of crazy Wow What is What is this person trying to say to me So Okay as you can see We have You know if you go back to this example here This example is quite broken But you can probably still understand The What the English meant Even if you didn't understand English This one's obviously more fluent But the previous one was completely adequate With the information Here We have an adequate And relatively fluent translation But this one is fluent In the sense that it's grammatical Yeah But it's completely crazy It's not an adequate translation So these two concepts are quite important for us And why do they happen So I hope that in about five minutes You will know exactly which system produced which one In each of these examples Okay So let's start The key difference between the neural and the phrase-based system Is the way that we represent the language So the representation is the key thing And out of that stems basically all of the other differences in the system Very simply We used to think in NLP That we didn't need to worry about how to represent our data So we used to see our colleagues working on speech or on image And they had to think how to convert these signals Into something that was easy to process with a computer We just thought it's easy You take the words You map them to arbitrary symbols And you use these as the keys in your model Okay So that's what's known as Let me try this Okay Wow Okay Maybe not This is what's known as the one-hot encoding And next to it is So that's the representation on the left Is the representation we would typically use in a phrase-based system On the right Is the representation we would use in a neural network The key difference is that the neural network Basically has some structure to the way that we represent the words So I'll explain that in a bit more detail But Okay Okay, a phrase-based system Imagine we wanted to translate these words He stood by the bank or on the bank We would just simply learn a huge table of parameters We learn this statistically It's some kind of machine learning But it's very simple in its representation We just map words to words that we see in the training data Okay We don't try to understand how to represent these words in that space Okay It's very simple It can memorize phrases really easily If it's seen a phrase only one time in the training data It's possible for it to know how to translate it But this parameter space is very hard to work with Okay If you want to include additional context into your parameters You're going to have to increase the number of parameters significantly In fact, even if you just wanted to include a single bit of information You would, in principle, need to double the number of parameters you had Okay So it's not very efficient The neural system, on the other hand It maps these high-dimensional one-hot encodings into a much smaller space Probably not three dimensions like here But something a lot smaller than the whole vocabulary And the key thing is that we make the network learn how to represent the words While it's also learning how to translate So it's all part of an end-to-end optimization problem The network learns both to embed words on the source side and on the target side And it also learns how to transform the input sentence into the target sentence Okay So What are the results of these differences in representation? Well, in the phrase-based, because you have these discrete parameters You basically have to break down the translation process into some discrete steps So say you wanted to translate, he stood on the bank You could break it down using the phrase table into some phrases Like this So you get words which kind of make sense They don't fit together And you get this because you make lots of independence assumptions You make independence assumptions about the phrases that you're using Okay You get many such possible translations which are not really Russian They're just pieces of Russian Okay Fortunately, you can kind of make this work by using a language model The language model also makes independence assumptions If it's an engram model But the independent assumptions are orthogonal And they can therefore choose between these different ones So for example, the phrase, he stood Could translate to on stajala If it was just the phrase table that was doing this But a language model would tell you that this is a bad sequence Okay So it kind of works, but it's kind of a bit clunky Okay The neural system The neural system just really does everything in this space of embedding So you have the state vector which is maintained at each step You encode the source word And I'll go into more detail about this But basically you encode each source word in your sentence You update the state vector at each time in some way You decode by simply finding essentially the closest embedding to the state And in theory, I mean, yeah, in theory there were no explicit independence assumptions You don't, you can condition your translation on the whole input sentence And actually the prefix of the translation you've generated so far So there's no explicit independence assumptions So this is how it looks You say you're translating the sentence the hippopotamus You encode your words, you update your state Let me see if I can do this again Oops Okay, it's a bit hard But each of these dots is meant to be a state So you update the state each time as you take in the new embedding Okay And then you start translating You just do a maximization over your vocabulary You choose the most likely word, which is begimot Ciel, jedu Okay And it all works Kind of The problem is that actually neural networks also Are not able to model all of the statistical dependencies in the data With a finite and constant amount of space So the word embeddings in this vanilla model You can assume they're a fixed size Okay So that means as the sentence gets longer You have to forget something Okay You can't possibly store more and more information Into a vector of the same size So And actually If you take a neural network like this This neural network will not outperform a phrase-based system It'll actually do quite a bit worse It's specifically on longer sentences Fortunately, people have been working on this And there's a couple of nice ideas So you can learn where to depend in the source sentence So learn Make your network have some parameters Which allow it to decide Which of the source words to look at When it's translating So the idea here is very simple When I'm translating the first word Probably I should look towards the beginning of the sentence In fact, to hippopotamus Okay And gradually like this Okay So it's learning The network is learning What to pay more attention to And essentially learns the dependencies in the data Okay So now The very last thing about the neural system And this is something about the network that we actually use Which is a variant of the transformer network Look at this word here It Where are we at? It It's such a simple word But Oops Move Okay It's such a simple word But It's very hard to translate So if you look at this sentence The hippopotamus ate the food Because it was tasty Okay It could refer to hippopotamus or food Okay You probably all realize that If it's going to be tasty It should be the food Yeah And that's correct And because it's the food We should translate the word to Anna Rather than on Okay But this is not a simple problem to solve Yeah And actually the network we use here Is learning not just to make dependencies Between the source language and the target language It's also learning to make dependencies within the sentence And understand when it encodes this word it That actually it should look at the word food Because of the word tasty Okay And that means that it's able to also know That when you change the word tasty to hungry You should completely change the dependencies in your translation So what I want to show you here is that The neural machine translation models that we use They don't use any linguistic information as such We just optimize them to solve the problem of translation But because of the structure of the network Because the fact it's able to learn dependencies Both within and across the languages It ends up in this case solving another problem of NLP This is typically called co-reference Okay It's a problem for That people have worked on very long So it's very interesting that we can see That the approach we take in neural machine translation Is actually able to solve various other problems of NLP Okay Final part on this The difference between the two systems In terms of how we optimize them And this is quite important Because it affects how we can adapt the systems So phrase-based system is a sequence of separate optimization problems This is simply because With the discrete space that they encode the parameters in It's very difficult to immediately learn the whole end-to-end model People wanted to do this I remember when I was starting my PhD in 2003 That my advisor He really wanted to work on end-to-end optimization For machine translation And it just wasn't really feasible Okay So what you do is you work You first You take your corpus of translations You align the words Because that's one problem you can solve somewhat You then extract phrases Which is this phrase table And then you optimize The phrase table As one of the features in a linear model So at this point The very last Oops You can You can You can possibly incorporate some other metrics But basically There's a lot of different optimization problems And it's quite difficult to incorporate Say some feedback From users or something Exactly So it's difficult to add side information To the optimization problem Neural networks As we all know One of the main reasons people like using them Is that they are able to You can optimize them end-to-end We just simply optimize the log likelihood of the data Okay It's quite easy If you can encode Some additional information that you have Into the state vector And I'll give you some examples in a minute It's very easy to use that information To somehow influence the translation Okay It's also possible To add additional terms to the loss In a way that will be accounted for Not optimally Maybe But globally Okay Okay So Phrase-based Very simple Can memorize things But Doesn't have very fluent translations Okay So it's adequate It can convey the information It may not sound beautiful But it can convey the information The neural models On the other hand They Really take into account All of the context And everything That's being fed into them But Because They have to learn How to represent words In the space They need to see some examples You can't Learn What the relationship Is between Hippopotamus And Hippopotami The plural Without seeing those words Quite a few times Okay So They Have lots of problems When Oops When the They have lots of problems When translating Words They haven't seen Very frequently Okay So Which System Produced this The phrase-based Yeah Yeah Phrase-based That's true And this one Obviously Is the neural network Yeah And This example Drifted off to sleep This Is actually The phrase-based Translation So here The phrase-based Really is better Because it's just Memorized it It didn't have to do Very much The neural network Is so busy Trying to make A fluent Well-structured sentence It Does something Completely crazy And now It's worth thinking About What's the difference Between working On machine translation Say in academia Or in A company like Yandex Where we have A public service Which is used By millions of people Every day One of the big Differences is That you don't Just care about The average Quality of your Translations You also care Quite a bit About the variants And about The outliers So if we have Very crazy Translations Sometimes It will really Affect user Confidence Very much Users use Yandex Translate Very often Because they don't Understand something Or because they're Trying to write Something In a language They don't speak So well If they see us Producing crazy Translations They will be Less likely To continue Using us And even if The translations Aren't perfect It's preferable To avoid Really crazy errors For that reason Okay So what do we do We used Catboost So we have A classifier We train it To predict The difference In quality Between our Phrase based system And our Neural system And we choose The best translation It's an extremely Simple ensemble Okay This is how it works Can I have a banana We translate it With both systems We do this online Yamagou yest banan You understand What it means But it's not very Good Russian Moshna banan Okay So Catboost Chooses the right one And drifted off To sleep And these are These are real examples From the system Our neural system Is not allowed To produce that We realize that That really isn't A good translation And pick the Phrase based one And the interesting Thing to remember Here is that Catboost What are we Catboost Is Using lots of Features that we Have from the Phrase based system So the phrase based System It may produce Unfluent translations But it has Lots and lots Of information Which it's memorized Which we can use In this classifier To actually help Choose between The systems Okay Okay So that was A little The part about The two different Systems What are we doing Now So we launched The hybrid system In September Last year It was There's a lot of Things I didn't Talk about here Our team is here They will answer Your questions About the different Engineering challenges We had There was We were the first Product I believe In Yandex To use GPUs For user traffic And that was Quite a challenge Okay But what have we Been doing since then We've been doing Lots of things Because actually Although the quality Has jumped significantly With neural machine Translation I believe There's still A lot more gains To be had Within this Paradigm And at least For a couple of years I hope we see A lot of growth And I'm going to Present a couple Of the things That we're working On right now So Okay So one other Thing we did And actually This is a bit Okay This is a bit Of an aside This is To do with With the Yandex Our approach To making sure That we have The best Translations For our users Every day We know That actually Our users Translate Lots of the same Things So what I'm Showing here Is that About Oh it's a bit Hard to see But about 10,000 queries Unique queries Explain About 30% Of our traffic So if we can Translate Those 10,000 Queries Really well We will please At least 30% Of our users Okay It's really It's really quite good We also have These Things called Dictionaries And these dictionaries Are all built Semi-automatically So we have A lot of machine Learning A big pipeline Which learns The different Definitions We identify Words Which users Are using On Yandex Search And which We're not able Currently To translate We try to find Translations And we also Use the Yandex Crowdsourcing Platform To get Additional Translations So anybody Know what Lifteluk Is Yeah What is it Exactly Yeah And Yandex Would be able To tell you That So This was Something we Launched Just a couple Of months ago But what I'm showing You is That we Have This We have These dictionaries Which are Not just Some static Dictionaries They're updated All the time And They cover Many of The best Many of The most Popular Translations So we Use these Dictionaries To polish The top 30% Of the traffic And thereby We really Can improve The perceived Quality The actual Quality For the Users Not just Some average That might Be Yeah Okay How about The Maybe the More exciting Things Well We Can Encode Additional Information Into the NMT System If we Have it Okay We might Have some Information About the User We might Have some Information About the Context Where They're Doing The Translation Maybe They're Doing The Translation On Yandex Browser So Yandex Browser You can Automatically Translate The Whole Page It's One Of Our Big Clients It Could Be Somebody Translating Yandex Mail It Could Be Anything But If We Take The Example Of Yandex Browser If You Had The Word In English Oh Can You See This If You Had The Word Home Okay So Home It's Easy Word Doma Okay So This Is Actually About To Be Launched This Is A Beta I Just Did Some Screenshots A Couple Of Days Ago What We Have Here Is We Have The English Of The Financial Times Website We Have Our Previous Translation Which Is It's Okay But It's Not Adapted To This Specific Context Of Web Translation And What We Did Is We Used Information From The Page We Said We Know From The HTML That This Is A Navigational Tag This Is Navigational Text Or This Is A Title Or This Is Content And Based On That Information We Tuned Our Model And Therefore We Learned Some Nice Domain Specific Translation So Glavner Is Probably A Better Translation In This Context Okay And Just To Give You On This Graph On The On This Axis This Is The Quality Measured By An Automatic Metric But It's A Reasonably Good Approximation The Quality On The Y Axis Is For The General Domain The Quality On The X Axis Is For This Specific Domain And What We Did Is We Fine Tuned Our Existing Model Using This Domain Specific Data If We Just Did That Sort Of Naively Then We Do Get Improvements Because It Goes To The Right But It Goes Down On The General Domain What We Were Able To Do Is We Were Able To Incorporate A Term Which Penalized The Model For Differing Too Much From The Baseline Predictions So In Other Words We Have A Coolback Leibler Divergence It's The Divergence Between The Distributions Of The Predictions Of The Model Before It Was Tuned And After It Was Tuned And By Incorporating That Term In The Loss Which Is Really It You Are Able To Get Better Translations On The New Domain And Not Lose Any Quality On The General Domain Okay So Future Directions Future Directions I Think We Are A Big Search Company We Have A Lot Of Data And We Are Starting To Use More And More Of It For Translation But Actually We Still Have A Lot More To Use We Have Started To Use Context But We Have So Much More That We Could Do There There Is So Much More Information For Example When You Are Translating On Yandex Translate Maybe Your Previous Translations Give Us Some Idea About What You Are Actually Trying To Do Maybe You Are Trying To Write A Letter To Somebody Maybe You Are Trying To Do Your Homework Maybe This Information Is Important For Us Helping You Get The Best Translation And Obviously The Way That We Currently Integrate The Phrase Based And The Neural System It Is Very Very Simple There Are Much More Sophisticated Ways To Integrate The Two And We Experimenting With Quite A Few Of Those So And There Is Also Some Interesting Problem So This Is A Problem We Are Collaborating With The Research Team On So Such Nice Russian And The English Was Is Preparing For The Swimming Competition It Floats Well This Is I Don't Believe Any Public Machine Translation System At The Moment Actually Solves This Problem But We Have A Solution For This And We Have Many Other Problems Like This Which Are Really Important To Solve And There Just So Many Different Things We Are Working On Right Now Okay Finally A Happy Graph Just To Give You Some Idea How Much Progress We Been Making In The Last Actually Just Six Months And This Is Purely The Changes We Made Using Data So In The Machine Translation Community There Is A Big Evaluation Every Year It's Called WMT They Have Different Data Sets Each Year So We Have The Last Three Years This The Blue Column Is One Of Our Competitors And The First The Pink Column Is When We Launched The Hybrid System In September And As You Can See We Launched Two Times Since Then At Least Two Data Launches And The Quality Is Going Up Significantly So It's Quite An Exciting Time Okay So Thanks I'll Give You That Thanks David A Поскольку David Он Сам Гораздо Лучше Чем Любая Машина Система Перевода То Вы Вопросы Можете Задавать На Любом Язве И Он Вам Ответит Hello Hi Let's Talk A bit More About Data So As I Understand You Use Parallel Data We Do Yeah Very Carefully Prepared Data That Is You Need Two Sentences And You Can Just Put Two Put The Text And Its Translation Like A Big Chunk Of Text Like A Book You Need Really To Spit Out The Individual Sentences That True So How Do You See Improvements Along These Lines Maybe Use Some Semi Supervision Where You Just As I Said Throw Use Something Like Unsupervised NMT There Was A Paper Recently Okay So That That's A Really Interesting Question The First Thing To Say Our Data Pipeline Is It Has Some Supervision In It In Terms Of We Have Some Labeled Documents Which We Can Evaluate Our Data Mining Against But Basically It's An Unsupervised Process So We Try To Mine Millions If Not Billions Of Documents From The Internet And Then Once We Got A Pair Of Documents That We Are Convinced Are Probably Translations We Try To Align The Sentences And We Apply Various Classifiers And Filters To Make Sure At The End We Get Quite Clean Data Okay So Yeah The Problem Of Building The We Have A Team That Works A Lot Of The Time On Building The Data For Us That The Second Question About Unsupervised Yes We Will Definitely Be Exploring Unsupervised Machine Translation More We Have Done Some Experiments Internally We Will Definitely Need To Do That We Have In The Past Had These Projects For Minority Languages Low Resource Languages Spoken In The Russian Federation And For Those Languages There Is Very Little Data And Although We Were Able To Build Phrase Based Systems It Is Going To Be A Really Hard Problem To Do That For Neural Machine Translation So We Will Definitely At Some Point Have To Look At Unsupervised For Those Languages We Have Some Students Actually Working On A Project Related To That Right Now Thanks My Name Is Roman Thank You For Your And Actually My Question Was About Unsupervised Learning Too But I Will Ask It Again Is It Possible To Retrieve The Sense The Meaning Of The Of The Word Lift A Look Using Unparallel Corpus Corpus For 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 Example I Mean There Are Definitely Techniques That People Have Used To Learn Translations Of Words Without Using Any Parallel Data So For Example You Might Expect The The Word Lift A Look To Occur In Similar Context To The English Phrase Elevate A Selfie Okay Of Course It's A Very Noisy Problem But Yeah There's Definitely A Lot Of Different Approaches That Try To Use That That Fact That You Know Lift A Look And Elevate A Selfie They Refer To The Same Phenomenon In The World So They Should Be Associated With Roughly The Same Phenomenon So You Might Find The Word We Had The Expression Glamour Lift A Look And Trendy Elevate A Selfie You Might If You Already Know That Glamour And Trendy Are Translations It Could Доклад Меня зовут Арсений Возможно Вы Знаете Скорее Всего Что Google Несколько Лет Назад Запустили Так Называемое Сообщество Переводчиков Когда Они Всех Желающих Просили Переводить И Отправлять Им Тексты Переведенные С одного Языка На Другой Использует ли Яндекс Такие Сообщества Или Если Нет То Планируют Ли Их Создавать Окей So That's A good Question So Sorry I'm Going To Answer In English I Think You're Referring To Google Translate Community Yeah So We Have Feedback We Use Feedback We Definitely I Mean The Examples Here Is Some Of This Is From Where Are We The Dictionaries The Dictionaries Make Use Of Feedback That We Get Every Day From The Yandex Translate Website So To That Extent Yes We Do Use User Feedback We Definitely Want To Do More Of That We Also Working On Projects With Professional Translators To Try To Get Feedback From Them Because We Think That's An Interesting Area That Hasn't Really Been Tapped Yet But Yeah It's It's Clear That Without Using User Feedback We We're Missing Out On A Lot Of Useful Information I'm Sorry I Want To Add Some Details I Mean That Google Creates Challenge Like Challenge I See What You Mean Yeah They Actually Create A Sort Of They Give Users An Incentive To Submit This Information We Should Definitely Look At That Kind Of Thing Yeah We Should I I I I I Sure How How Successful That Is In In Google I Know That For Very Popular Translations They Seem To Be Able To Use That Data But I I I Not Completely Aware They Haven't Published Any Work That Shows That It Has A Huge Impact So Yeah Hello Thank You For This Information I Have One Question You Use Embeddings And You Use Two Very Difficult Languages Like English And Russian And A lot Of Regions Speak On Russian And A lot Of Regions Speak On English And In Different Regions People Use The Same Words In Different Context And Different So Different Context Have Different Words So We Have Big Variance In Embeddings How You Deal With This You Suggest Are You Talking About The Problem Where The Same Word Could Be Used With Different Meanings In The Same Language Yeah Yes 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 For Example Car In English It May Be Lift Cabin And Car Machine And In Russia Lift Is Lift And Machine Is Machine Okay And The The second Is If You Know In Sand Petersburg We Have Por Ebrick And In Moscow We Have Bordure So We Have Two Different Worlds And When You Do Embedding You Have Very Close Points Okay And So I Won't Do A Demo Now But I Can Give An Example This Is I Think This Is Related To Your Question So If You Have The Name In An English Sentence Andrew Seems Like A Simple Name If For Some Reason You Realize That This Person Is Actually Russian It Could Be That The Correct Russian Translation Is And If On The Other Hand You Can See That This Person Is American Then Probably The Correct Russian Translation Is Andrew So This Is The Kind Of Ambiguity That You Have Everywhere In Language Even Where You Don't See It This Example I Think It's Quite Clear That We Can Solve It A Lot Of The Times Using The Self Attention So If You Have A Chance To Try Out Yandex Translate And You Come Up With Different Sentences If There Is Information Which Allows The Translator To Distinguish Between These Two Possibilities There's A Good Chance That We Will Get It Right If There's No Information Then Of Course We Just Have To Produce The Most Probable Maybe In Some Point You Will We Will Use The Location The Geolocation Of The User To Help Improve The Translations It's Not Impossible I Don't Think It's Actually Even That Far Away Probably So Right Now You Don't Add Any Additional Metadata To World Only Embedding We Just Only The Embeddings And We Only We Just Started Adding Metadata From The Browser To Contextual Translation There But It's The Same Techniques Could Be Used To Do User Adaptation And We Definitely Want To Do That It's Really Important Yeah Thanks Hello My Name Is Dmitri And My Question Is About The Ambiguity Which Can Be In Every Sentence Even If We Don't See Yeah The Classical Example Is I Saw A Man On The Hill With A Telescope Which Actually Means Have Five Different Meanings How Do You Handle With Such Ambiguity Can You Even Detect It Or You Just Take Any Average Translation You Get By Your System Thank You Okay So So I I Would Say That If You Look Into The Into The Mind Of The Neural Network Which Is These Networks These Where Are we Let me Just Go Back This Thing Here Yeah So What I'm Trying To Show With This Diagram Is That The Connection That The Network Makes Between Different Words Is Stronger Or Weaker Depending Depending on the sense of the translation, you probably would find that there are some connections in our model which correspond to or similar to the dependencies that you see in a syntactic parse tree. So your problem with the man with the telescope, you saw the man with the telescope, is it depending on the verb or is it depending on the noun? And I think you probably would be able to use our network to solve these problems. I don't know for sure, but I wouldn't be surprised if it learns some of these things. And it learns that, for example, the word saw and the word telescope, well, telescope is something you see with, so it's probably connected as an instrument. I mean, yeah, of course there could be more than one translation. The problem with this sentence is that even human isn't able to distinguish these five different translations. Do you see the man with... I see the problem, but I think that in the context, on its own, yeah, it's true. It's an ambiguous sentence. But if you said, I've lost my telescope, and somebody says, I can see a man with a telescope, then it's not ambiguous at all. So in reality, language is usually not ambiguous, otherwise people would be very confused. So I think we need to use context just like that. Yeah. Yeah. David? Yeah. Hi. Thank you very much. So the question is, why did you choose the blue metric for your classificator? Because, well, I want to just to explain to everyone else here that it doesn't correlate with the human assessment and evaluations. And, for example, the prompt system, where I work, it has always been the best system in English-Russian until last year, according to human evaluation. Yeah. But according to Blue, it was always in the lower part, lower cluster, yes. No, I think you're completely right that when you compare systems that are completely different, and particularly when you compare something, a system that has more manual rules, I mean, there's a very old paper, well, very old, it's 2010, maybe, or maybe a bit older, 2006, maybe, from Callison Birch and Miles Osborne, Miles was my advisor, but they were always making these experiments on how blue is not good, and particularly when you compare human perception with blue, and one of the systems is a manual one, because a manual one might not produce the most fluent ones, but it almost always gets things right, or often gets things right, and humans often prefer that. Here, it made sense for us to use blue because we were using two different statistical systems, okay? And although the results I presented here were comparing our system with one of our competitors as well, we also run human evaluations. Human evaluations are just much more costly, so we don't run them quite so often, but we do do human evaluations comparing ourselves with different competitors. Yeah, so it's not related to resources, so if you wanted to, you could use human evaluation. We do use human evaluation, yeah. And don't you think that statistical and neural are so different that blue isn't really good for it? Yeah. So your research says it's okay. Well, we've mostly compared our hybrid system with third-party neural systems, and our hybrid system is actually about 80% neural. So we feel that that comparison is okay. But you've got a good point. Yeah. We, this is a, something that we're looking at in the classifier which we use to choose between this, where we got. Yeah. So here, the point is, I think your main point here is that we shouldn't be using blue to optimize this classifier, and yeah, possibly, possibly we could do better. But we definitely think that it works reasonably well right now, and it improves on not using the classifier in terms of reducing stupid translations, and actually improving quality slightly. Okay. First of all, thank you for your report. Thanks. And my question is, we all see that methods work well for English, maybe Romanian languages, but what about, for example, Korean or Chinese? Okay. Okay. So firstly, Korean and Chinese, really, really different. So actually, Chinese phrase base worked very, very well, because there's not very much morphology, so there's not much agreement. So you can put these independent phrases together, and it's not as bad as it might be. Korean, just like Japanese, very, very different word order, and quite a lot of morphology. We have seen really big increases in performance going from phrase based to neural for these particular languages, so Japanese, Korean, Turkish as well. Turkish is a very similar structure to Korean and Japanese. And that's probably because the sentence structures are so different, you kind of need to see the whole sentence in order to translate. And so the phrase base system, which breaks it into pieces, it just can't really, it can't see the whole sense of the input sentence. Particularly when you translate from Korean or Japanese into English, I would imagine the neural system to be much better. Okay. So. What about Arabic? Well, Arabic? Arabic, I would have, I don't know, but I would imagine that the results are somewhat similar to Russian. So, it's got a lot of morphology, so probably the English Arabic translations have become more fluent. Okay. Thank you. I mean, for Russian, it's really very clear. You can just, even, I can just see that there's a lot fewer errors in the agreement. Okay. What about word base or corpuses for that languages? Because for English and French, there's big and huge word corpuses, but for some, for example, for Hindi, there's very little. There's a lot of people who speak Hindi, but probably, yeah, you're right, there's not so much. It's probably not as much as for Russian by a long way. We, I mean, at one extreme, we're going to have to do something unsupervised. Okay. So, and maybe for languages in the middle, like Hindi, where there's quite a lot of data, but maybe not as much as we want, we will need to look at ways to share data from other languages. So, Hindi is an Indo-European language. Maybe we can use all of the European languages and Indo-European languages together and train a model that way. That's definitely been tested in some settings. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. What kind of features are you using as the CatBoost inputs? So, the features are quite simple. They're related to the length of the translations. There's some features related to the characteristics of the stupid translations we see. So, for example, repeated words, missing words. We use a lot of features from the phrase-based system. So, the phrase table. The phrase table is just a big dictionary of phrases in English and Russian in this case, and we can use that to assess translation. We also use a language model. But they're pretty basic features. It's actually a very simple classifier. Yeah. Hello. Hi. My name is Dmitri. As you said, there is a lot of NLP problems. And while solving translation problem, Transformer solves syntactic tree building problem. Possibly, yeah. So, have you researched the... What if we force our network to solve other problems, too? Yeah. And do kind of transfer learning from this. Yeah. Does it really help? Okay. I haven't personally, and I don't think we have in our team. But there's a very interesting paper by Kevin Knight from last year or the year before, where he basically takes the encoder from an NMT system, and he uses the encodings to try to... as features to predict dependencies in a syntactic parse tree. And what he shows is that, particularly when the languages are very different, and you have to really understand the syntax of the input sentence to translate, the encoder is able to produce really useful features for solving this completely separate problem. Apparently separate, but actually it learns it. So, yeah. I think what you're suggesting is a good idea. The only reason, the only possible drawback is that there's not much data for these other NLP tasks. Because what is amazing about translation is there's billions of translations on the internet available for free to learn from. Okay? They're not billions of parse trees. There's only the ones that have been made by linguists and they take a long time and they're quite small. But, yeah. But it's a great idea. Thank you. Thank you for the talk. Oh, hi. Yeah. So, I have a question about your Enephora coreference resolution. Yeah. So, actually what you have is an Enephora resolution. So, yeah. Okay, yeah. That's... Yeah. But what about actual coreference? Что я имею в виду, это не то, что хипопотамы едят по-другому, потому что это было вкусно, но хипопотамы едят по-другому, потому что животное было вкусно. Думаю, эти слова, как животное, выглядят по-другому, как пронумы? Я не знаю, но... Я могу сказать, что они не могут, потому... Это просто есть. Но мы поняли это первые слова, что это не возможно, чтобы переводиться об этом. И это сказала, что нет, чтобы запомнить, чтобы отправлять их. Я не могу сказать. Важно, когда они были оснащены, они видят об этом, они видят об этом, то это придется独自rest, чтобы видеть эти социальные. On the other hand, if it sees the word animal, I'm not convinced that it would need any information from the other words in order to correctly translate that, and therefore it might not learn that. So it might be an effect we see just for pronouns, or maybe we see it more for pronouns, but we should definitely look into that, that's true. I mean, I can just tell you for that last, this thing here, this is definitely solved using some kind of attention, okay, the same kind of mechanism, it's in different sentences, but using the same kind of attention. Okay, thanks. Большое спасибо, and на этом месте Дэвид выберет свой любимый вопрос. Спасибо, у нас сейчас будет перерыв на 15 минут для того, чтобы все могли пройтись и свежиться, поговорить друг с другом, пожалуйста, потом возвращайтесь, будет еще один доклад. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 про конкретные довольно глубокие приложения, у меня будет немножко более общий доклад про очень старые алгоритмы и новые тоже. И то, как вместе самые старые алгоритмы, соседи и новые сети помогают нам сделать обучаемые системы исправлябельными, такое слово есть, в производстве. Рассказ будет в трех частях. Итак, сначала мы поговорим про те самые старые, добрые, ближайшие соседи, которые, несмотря на то, что являются самым старым алгоритмом, в то же время хорошо дожили до наших дней и продолжают улучшаться. После чего мы перейдем и поговорим про Алису, потому что мы не можем про нее не говорить. А потом мы поговорим про то, как все это вместе на самом деле имеет отношение друг к другу. Начнем мы с соседей. А соседи являются на самом деле таким патриархом всех алгоритмов обучения. Наверное, может быть, потому, что это самый простой алгоритм. Его вот тут я записал в двух шагах. Если мы хотим что-нибудь предсказать, метку, класс, неважно, если у нас есть соседи, то мы находимся в соседей и говорим, что предсказание будет такое же, как для них. Это такой простой вариант. Есть также и очень сложные варианты того же самого алгоритма, в частности, методы, основанные на ядрах, методы опорных векторов. Они на самом деле все являются такими естественными продолжениями метода ближайших соседей. В то же время, несмотря на свою простоту, у соседей есть вполне заслуженные теоретические свойства. В 67 году классические статьи Кавера Харт доказали, что ошибка метода ближайших соседей ограничена по сравнению с минимально возможной байзерской ошибкой. Ну и, наконец, хотя эта статья обычно является стандартной ссылкой на соседей, на самом деле самое первое описание этого алгоритма было найдено в XI веке. Отец оптики Аль-Хазен в одном из семи томов про оптику в том числе сказал, что если мы хотим распознавать какие-то предметы, то нам нужно найти ближайший к ним и, соответственно, сделать предсказание на основании ближайшего. И вот даже в этом простом определении как раз и высвечиваются две главных проблемы, которые должны до сих пор решать все модификации современной методы соседей. Это как сделать его точнее, то есть что такое похожесть и как сделать его быстрее. То есть как мы можем найти похожих. Начнем мы с более сложного, более интересного. Что же такое похожесть? Вопрос этот интересовал не только древних оптиков, но и более современных психологов. В частности, Тверский, такой замечательный психолог, экономист. Если бы преждевременно не умер, то был бы Новый Скилград с Канеманом. Среди прочего написал еще вот такую очень хорошую статью про похожесть еще в 1977 году. И в ней он, собственно, вот в этой фразе все сказано, что он ставит под вопрос метрические и размерные предположения, которые обычно делаются, когда люди используют геометрические представления похожести. Что это означает? Что обычно, когда мы имеем в виду похожесть или расстояние, по умолчанию все думают о расстоянии Евклида, о метриках, у которых есть три главных свойства, у них есть симметрия, ноль самому к себе и треугольник. И Тверский психологическими экспериментами, довольно остроумными, показал, что на самом деле в тех похожестях, которые имеют значение, в которыми мыслят люди, в совершенно разных доменах, эти функции похожести не являются метриками. И на самом деле я еще интересен тем, что именно сам дизайн экспериментов был очень остроумный и очень простой. Например, один из экспериментов, чтобы доказать, что функции похожести обычно у людей не симметричны, он спрашивал, скажите, а похоже Северная Корея и Китай? А потом случайно перемешивал, у другого человека спрашивал, а похоже ли Китай и Северная Корея? И просто от перемещения стран ответ отличался статистически очень сильно. Соответственно, там же он и показывал, что и треугольник не выполняется, и похожесть в себе тоже. И, соответственно, как альтернативу в то время еще даже не было такого, что он был далек от машинного обучения, хотя по факту он предложил довольно раннюю модель обучения функции похожести, тем, что он сказал, что на самом деле лучшим способом похожести является так называемая контрастная модель, где мы хотим посмотреть на комбинацию похожих и различных факторов, тем самым предвосхитив все это обучение функции похожести. Еще одна замечательная часть в том, что, мало этого, он еще также сказал, что эта функция интересна тем, что она позволяет перейти к представлениям, основанных на деревьях и графах, которые уже только сейчас, 40 лет спустя, стали новым чемпионом именно в эффективности, в качестве нахождения похожих. Об этом мы еще поговорим. Но сначала мы поговорим именно об обучении, о том, как мы делаем лучшие функции похожести. Довольно очевидно, что лучше всего брать не с полки какого-то евклида, а, соответственно, его каким-то образом сделать правильным для конкретной области. Самый простой способ это сделать, это взять того же евклида и его немножко подобучить. Что мы имеем в виду? Это то, что если у нас есть данные, например, в двухмерном случае, мы просто берем ковариационную матрицу и считаем не просто евклида, а так называемое расстояние махланобиса, где мы учитываем ковариационную матрицу. Это немедленно приводит к улучшениям по сравнению с простым глупым евклидом. И мы можем этот же трюк делать не только на основании не размеченных данных, а на основании размеченных. Если мы возьмем пары точек и найдем разметку, которая говорит, что эти точки похожи, эти не похожи, матрицу мы можем учить уже не из ковариационной матрицы, а на основании методов, которые именно оптимизируют то, какие что похожи и похожи, не похожи и не похожи. Наиболее, по моей практике, лучшей статьей из множества в этой области является метод анализ ближайших соседей Голдбергера, где просто довольно остроумный способ градиентного спуска, чтобы выучивать эту матрицу. Та же самая интуиция применима не только к евклидовым метрикам, но и к неевклидовым, например, строковое расстояние, они же автоматоны для парные. Там точно так же мы можем брать нестандартное, например, расстояние Левенштейна, его параметризовать, и, соответственно, в случае со строками мы вводим такие параметры, как стоимость удаления, стоимость ставки для, например, различных слов или различных символов. И эти параметры мы можем, опять же, выучивать, что работает намного-намного эффективнее, чем простое расстояние Левенштейна. Вот эти методы работали. В начале нулевых было довольно популярно, но сейчас, поскольку, как вы слышали, сети побеждают все, то и обучение метрик этой участи не избежало. Соответственно, сети по-настоящему вторглись в обучение похожих в контексте поиска, как ни странно, или, наверное, не странно, если мы здесь. И там проблема стоит так, что если у нас есть запрос, если есть документ, как мы можем читать похожесть? Естественно, мы можем использовать строковые расстояния, они довольно дорогие, вычисления. Мы можем использовать функции, такие как TF-IDF, например, которые теряют всю структуру строк. Но, опять же, они не такие хорошие. А можем пытаться выучить какую-то более хорошую функцию похожести. И вот архитектура, которая это делает, она основана на так называемых сиамских сетях, где мы берем каждый из объектов, прогоняем фактически через свою сеть, и потом уже эти их представления после прогона через сеть, мы их сравниваем. В данном случае, что интересно, как раз именно возвращаясь к несимметричности, в случае похожести запроса на страницы, например, на самом деле обнаруживается, что очень важно выучивать другие энкодеры, разные энкодеры для страницы, для запроса, потому что там просто другой домен, другое представление. С тех пор, как вышла статья в 2013 году, которая вот это описала под получившим наиболее популярность названием DSSM, хотя сама техника, она еще гораздо старше, во всех поисках это используется, в том числе и в нашем. Вот то, что вышло под маркой Королев прошлым летом, на самом деле является тоже вариацией обучения функции похожести для текстов, но, как мы видим, по сравнению с академическими статистиками, там есть некоторые виды изменения, в частности, чтобы это работало быстрее, нужно меньше слоев, эти слои иногда довольно намного больше, то есть у них большая емкость, и при этом работает не просто отдельный эмбеддинг запроса и документа, а разные эмбеддинги на основании разных представлений строк, разных числей документа. Ну, насколько мы знаем, это дает по факту сейчас лучшее качество поиска и является большой частью этого стека. Вот, то есть, соответственно, как мы видим, через то, что улучшаются методы получения лучшей похожести, соответственно, соседи продолжают жить и здравствуйте. Теперь перейдемся к второй главной проблеме, к эффективности. Для того, чтобы соседи работали, если у нас большой набор, нам нужно их быстро находить. Это нелегко, если их много. Мы не можем пойти полным перебором каждый раз. Соответственно, нам нужно каким-то образом проиндексировать набор для того, чтобы в этом индексе находить запрос или ближайшие к нему соседи. Индексация классически осуществляется тем, что мы берем и разбиваем пространство. Это выглядит довольно просто. Деревья здесь не в том смысле, что классификационные обучающие деревья, а деревья в том смысле, что они как методы разбиения пространства именно для нахождения листа. Лист является ячейкой, и в нем соседи и лежат. Классический метод называется KED3. Их существует огромное количество вариаций. Vantage Point, VP3 являются хорошим дефолтом современным. Но есть нюанс. Нюанс такой, что когда у нас размерность большая, а размерность у нас большая в тексте, во многих других данных, то деревья становятся довольно неэффективными способами индексации. И тогда нам на помощь приходят примерные методы индексации, которые, поскольку они примерные, они не дают нам гарантии нахождения настоящих соседей, но зато они через хешинг, через кластеринг, через путинограф позволяют нам, делать вот это нахождение локальных соседей гораздо более эффективным. Все они работают фактически по одному и тому же шаблону, двухходовому. Сначала мы берем данные и мы их проецируем. Данные, которые мы индексируем, проецируем, и, соответственно, индексируем их уже в проецированном виде. И сам запрос тоже проецируется. Проекции может быть хеширование, может быть представление в виде какого-то кластерных расстояний от центроидов. И, соответственно, а затем уже в этом более низкоразмерном, хорошем в кавычках представлении мы можем уже индексировать, использовать дальше деревья или другие методы из баз данных. Соответственно, возвращаясь к сеткам, если, как мы выясняем, сетки являются неплохим способом для того, чтобы сделать эту проекцию. И здесь мы, опять же, можем использовать сетки. Уже есть немало работ, которые смотрят именно на то, как мы можем использовать сетки для того, чтобы уменьшить размерность, а потом уже индексировать, именно обучая end-to-end всю эту систему. Почему все это, хотя мы все время слышим, что интеллект сети, сети интеллект, на самом деле, опять же, мало того, что соседи наиболее старые, в производстве де-факто они наиболее используемы. Во всех базах данных индексация так или иначе занимается поиском ближайших. В любом поиске рекомендательных системах проблема является проблемой поиска ближайших. Соответственно, во всех онлайн-сервисах, почти которых мы используем, что-то ищем, это поиск ближайших. И там, опять же, есть довольно стандартный шаблон, поскольку обычно базы довольно большие, они шардированы по многим машинам, и обычно поиск происходит так, что сначала каждая из шардов, каждая из машин находит свой ближайший пул соседей, так называемый фильтр-сет, после чего эти фильтр-сеты сливаются с разных машин, мы их обогащаем, эти уже кандидаты-финалисты обогащаются какими-то более дорогими свойствами, факторами, и потом уже включаются механизмы ранжирования, и в том числе фильтрации, потому что иногда есть результаты, которые там хранятся, но мы по разным причинам не хотим их иметь. И, соответственно, к этому мы еще вернемся, но, как мы видим, тут как раз и в обоих этих шагах является ключевым алгоритмом поиска соседей, потому что, во-первых, мы хотим найти и в каждом шарде соседей, и когда мы фильтруем, на самом деле тоже, как мы увидим чуть позже, соседи нам сильно помогут делать это эффективно. Как это, опять же, вопрос, хорошо, то есть если не деревья, как сейчас мы индексируем? Как ни странно, после многих-многих-многих лет и сотен статей все продолжает развиваться, и текущим чемпионом являются методы, основанные на путях на графах. В частности, наши соотечественники Мальков и Шунин в 2016 году опубликовали метод под названием HNSW, иерархические навигабельные графы малых миров с таким довольно сложным названием, на самом деле с довольно простой интуицией, что если мы возьмем все данные, если мы разобьем их на ячейке, как в ячейке Воронова, и построим потом граф, то мы можем искать соседей тем, что брать разные части графа и просто запускать небольшие походы по этому графу, ограниченные. Как ни странно, это работает в частности потому, что именно ключевым свойством является то, что эти графы должны быть именно эти small world, графы малых миров. Это работает довольно хорошо, это применяется очень много где в Яндексе, и это продолжает улучшаться. В частности, наши исследователи, Тёма Бабенко, который был на этой сцене, и его коллеги совсем буквально несколько недель назад опубликовали новое сильное улучшение, которое делает уже не просто поиск по этим кластерам, а с помощью пары техник, таких техник, как группировка, более ранняя фильтрация и примерные представления, я назову частью формулы, но не буду ходить по всей формуле, позволяют еще дальше улучшить классический HNSW. Чтобы не создало сложного представления, что есть какой-то самый лучший метод, чемпионы, нужно его всегда использовать, этот скепсис, опять же, те же самые соавторы помогают нам развеять, поставив вот такой интересный эксперимент. Если мы возьмем фактически один и те же данные, большой корпус картинок, и возьмем два разных представления. Слева у нас классическое представление так называемыми сифт-фичами этих изображений, а справа у нас энкодинги с помощью сетей. И посмотрим, какие методы индексации работают лучше всего. И, соответственно, здесь построим такой график, который смотрит на качество. Главным наблюдением является то, что порядок цветов совершенно разный. То есть в зависимости от того, как мы представим картинки, индексировать становится лучшей, в одном случае, мультииндексом, в другом случае, методом, который только что был прорекламирован. И, соответственно, нет одного чемпиона, как бы гонка продолжается, все зависит. Поэтому если вы индексируете, то делайте это внимательно, это оптимизируйте в экспериментах, можно в онлайн, можно в оффлайн. Вот. На этом мы закончим пока что прографы и перейдем к другой совсем теме, казалось бы, к Алисе. Все здесь, наверное, знают, кто такое. Кто-нибудь есть, кто не знает, что такое Алиса? Хорошо. Одним слайдом, ладно, давайте я тогда, одним слайдом попробую быстро рассказать, как бы, что внутри Алисы. Внутри Алисы очень много чего. Самые главные куски представлены вот на такой диаграмме. Там много-много обработки голоса. Там активация, чтобы она понимала, что вы зовете ее. Там распознавание всего, что в нее говорится. Там генерация, синтез речи, которую говорит она. Там именно все, что связано с распознаванием того, кто это говорит. Например, мужской голос или женский, возраст. Это важно. Там диалоги и ведение диалогов. Там распознавание сущностей в речи. И там же общее понимание всех. Все эти куски основаны на обучении. В каждом из них большие конвейеры с разными системами обучения. И это, к сожалению, я вряд ли смогу это покрыть в одном слайде. Но важный момент, что это не все. Для того, чтобы было ей чем отвечать, нужно еще к этому всему добавить то, что, собственно, будет давать ответы, особенно полезные ответы. И, соответственно, как раз тут-то и нужны уже все остальные куски Яндекса, которые как раз и в сумме и дают Алису. В этом смысле Алиса как бы берет со всего Яндекса. Получается довольно интересно. Получается, что довольно разнообразные совершенно запросы. на них можно отвечать, потому что все, что спрашивается, обрабатывается. Ответы находятся в поиске или в других сервисах. И можно вести, в отличие, главное отличие от поиска, в том, что в отличие от просто одного запроса, одного ответа, и делания таких запросов совершенно независимо, можно задавать следующие вопросы, которые отсылают в предыдущем. Какая у вас эта Эвереста? В какой стране он находится? Если вы спросите, в какой стране он находится в поиск, поиск вряд ли даст что-нибудь интересное. А в данном случае именно вот все эти компоненты, которые были перечислены, и позволяют это все срастить. Еще одна иллюстрация, тоже довольно очевидная, что в случае с, например, любыми геозапросами, можно с одной стороны найти место, а потом можно тут же спросить, как туда добраться, туда разрешается, как раз уже анафора упоминалась, эллипсисы, то есть как бы вот именно все это богатство языка в помощнике мы пытаемся его использовать и сделать доступным. Но это не все, как обычно. То мы как бы понимаем, что то, чем хороша Алиса и довольно уникальна Алиса, это то, что у нас есть болталка. В этом смысле в других помощниках тоже иногда бывают какие-то шутки, ответы, если, например, пожаловаться на грусть, они предложат вас обнять, потому что какие-то редакторы в Калифорнии долго думали и, наверное, решали, что обнять пользователя – это хорошо. На самом деле машинное обучение считает иначе. Оно считает, что нужно пользователя не обнять, а подводрить по-другому. Ну, опять же, чтобы… И в этом смысле, я не знаю, нам так больше нравится. На самом деле калифорнийские редакторы вряд ли понимают, когда это себе грустно. Соответственно, чтобы это работало, тоже тут работает довольно гигантский стек обучения именно в самой болталке для того, чтобы представлять весь этот разговор, все эти реплики. И одна из вещей, которая как бы явно мы видим, что и нам самим нравится, и мы видим в отзывах, то, что когда Алиса дерзит или шутит. То есть иногда это… И тут есть такой спектр от прикольного, когда она говорит какие-то странные вещи, когда они просто смешные, но дальше, если двигаться по этому спектру, эти вещи могут стать немножко дерзкими, странными. Вот. Ну, опять же, двигаясь дальше, они могут стать уже почти обидными как бы и сильно нахальными. Вот. Ну, бывает и хуже. Как бы… Вот. То есть в этом смысле, с одной стороны, как бы это все хорошо и смешно, но в какой-то момент это становится прям плохо. Вот. И с одной стороны, это как бы, опять же, персонализация уже говорит, это персональная такая вещь, но с другой стороны, как бы люди довольно обычно хорошо понимают, как бы, где эта грань находится в контексте и так далее, а в случае с помощником, с одной стороны, получается, как бы, в некоторых объемах это хорошо, а потом это наступает плохо. И вот с этим бороться довольно сложно. Об этом мы сейчас и поговорим и вернемся к соседям, которые нам в этом помогут. Мы не первые, которые поняли, что бороться с этим очень важно. Предыдущий опыт большой компании запустить помощника был в 16-м году, Microsoft выпустил TAY, TAY прожила меньше суток, была убита, потом воскрешена, потом уже убита окончательно, спустя еще несколько часов. Вот. Почему это произошло? Потому что, как бы, опять же, как всегда, в зеркале заднего вида, как бы, можно сказать, очевидные баги пропустили, ну, пропустили, спасибо им большое, теперь все знают, как будет, если, как бы, хорошо не подумать. То есть она стала такой фашистской, и все остальное плохое, стала говорить себе плохие слова. И что из этого следует? Значит, одна из вещей, которая вылилась, это было прям новостью недели, частью обидного было то, что это произошло, когда у Microsoft была ежегодная большая конференция, на которой, собственно, ее, под которой, как бы, Тей была, объявили много продуктов, там, большой обновлей сиквел сервера, выкрутился в Linux и так далее. Тей была, как бы, маленькой демкой, какой-то маленькой ресерч команды, как бы, но при этом вся пресса только и говорила, что о Тей следующие N время. Но хуже того, как бы, просто из-за того, что, как бы, естественно, в прессе уже такое появились всякие редакторские колонки, в которые говорили, ага, значит, ваш искусственный интеллект, он, он, однако, к фашизму имеет отношение, что-то у вас в компании, как бы, непонятно, как с моральным обликом, и, собственно, этот цикл, когда что-то происходит, если это не тушится, то в течение буквально суток, как бы, становится плохо, PR перестает спать, как бы, инженеры тоже, это, соответственно, это довольно ужасно. Поэтому, когда такие вещи выпускаются, и мы об этом хорошо знали, то очень важно, чтобы они могли тушиться, как бы, максимально близко к реальному времени, потому что, если Гитлер, как бы, просочился, но тут же исчез, то кто-то его заскриншотил, ну и что, а больше его нет, как бы, и не будет. Вот. Соответственно, это довольно критично, и это сложно. То есть, как бы, сразу бросаются разные идеи, как, например, ну, давайте, как бы, все геноциды и так далее запретим, но проблема в том, что это довольно длинный список. То есть, если мы начнем его даже так составлять верхнеуровнево, то есть, там будет насилие всех видов над собой, между собой, между группами людей, как бы, во всех формах и видах. Там будут все виды ненависти, опять же, к разным группам, людям и так далее, и прочим, флоре и фауне, и дальше идет богатая тема взрослого контента. Это как бы, это, с одной стороны, важно все это, конечно, подчищать и в поиске, и так далее, там в каждом видеокостинге это делается, но дело в том, что в диалогах это немножко другая проблема. Почему? Потому что тут просто такой сильно другой форм-фактор в отличие от поиска, где есть страницы, где есть ссылки. Давайте просто проилеструем пары примеров, почему это сложно. Ну, во-первых, бывают плохие ответы, поскольку ответы Алисы, как бы, что Алиса отвечает? Алиса тренируется на огромных корпусах всех диалогов, которые только бывают на свете, соответственно, может использовать много-много разных слов, ну, казалось бы, и генерить, соответственно, разные реплики. То есть задача, давайте отфильтруем все плохое. Отфильтровали плохое, много раз отфильтровали, а потом уже все, вроде все отфильтровали, а потом бывает вот такое. Вот. Как бы, кузнецов мы не фильтровали, потому что это благородная профессия, за что их фильтровать, как бы, вот. А родители обижаются, когда дети видят такое. Соответственно, даже сама фильтрация ответов является очень нетривиальной проблемой, как и все с языком. Мало этого, как бы, даже если мы научимся отделять кузнецов от других форм этого глагола, в других смыслах, то есть еще плохие вопросы. И вопросы, поскольку задаются людьми, как бы, тут уже наши силы довольно ограничены. Почему? Потому что, как бы, часто люди дают вопросы, на которые не бывает хорошего ответа, или многие ответы плохие. Например, как бы, если даже мы к пользователю отнесемся с радостью, с энтузиазмом, мы, как бы, иногда намерения пользователя довольно сомнительны, как бы, и тут как раз нужно было бы сказать, как бы, ответить телефоном срочной психологической помощи. И вот, опять же, но с другой стороны, как бы, иногда, если бы он собрал там мусор на даче, то сжечь было бы хорошим предложением. Может быть, не экологичным, но не таким прям человеконенавистническим. Соответственно, вопрос. Хорошо, то есть мы вот эти вещи неизбежно каким-то образом пропускаем, а находим их, вернее, их находят люди, пользователи, их видят наши команды от смотра соцканалов, приходят в ужас, нам это нужно быстро-быстро убирать. Вот. И первый ответ каждого машинного обучателя был бы, давайте же быстрее переобучим, чтобы больше не было. И тут проблема, потому что у нас много компонентов. Вот с чего мы начали, с того, что, помните, там было много-много коробочек, на каждой из них работает много-много умных людей, которые как бы делают много моделей, довольно больших, и, соответственно, все эти классификаторы, выделятели сущностей, а генераторы ответов, аранжировщики, нам переучивать много что. Это во-первых. Во-вторых, как бы алгоритмы тоже довольно сложные, данных много, соответственно, сетки обучаются, даже если скупить все оставшиеся после биткоинеров в ГПУ, то не успеваешь. Вот. И, соответственно, делать это вот именно в таком быстром режиме фактически невозможно, потому что мы говорим даже в самом лучшем случае про какие-то большие часы. Потом, опять же, у нас производство, если мы перетренировали модели, то просто так мы катнуть в продакшн их не можем, нужно это все валидировать. Получается дорого. А хочется совсем не так. Хочется, чтобы, если, например, в игре слова каким-то образом просочилось не то, что плохое, хорошее слово, но не совсем актуальное, наверное, то хотелось бы, чтобы, если об этом, например, родители какие-нибудь там обнаружили своих детей, увидевших такое слово глубокой ночью, запостили возмущенный пост в соцсетку, наши ребята это увидели, сообщили дежурным инженерам, а дежурные инженеры в идеале бы тут же бы это починили прям минут за 10, провалидировали бы, что все нормально, и, соответственно, в пределах получаса как бы все стало починенным. Опять же, с учетом того, что не за 5 минут, потому что нужно валидировать, нужно выкатывать на несколько дата-центров, то есть некоторые вещи, они неизбежны, но все равно, если бы это можно было делать в пределах получаса, классно, как бы Гитлер нам не страшен. Вот. И тут, собственно, ответ очень простой. Переучивать мы не хотим ни сети, ни деревья, ни выделяторы, ни LSTM, ни RNN. Что мы хотим? Мы хотим просто такой плохой пример добавить, чтобы сосед, он стал плохим соседом, возвращаясь к фильтрации. И таким образом, что нам позволяют соседи? Нам позволяют соседи делать изменения модели, которые не требуют изменения кода, не требуют изменения бинарников, не требуют выкатки бинарников. Мы просто добавляем новые примеры. И вот именно процессуально это как бы на порядок гораздо более легкий процесс. Соответственно, это замечательно, потому что, во-первых, мы гарантированно убираем сам плохой пример, то есть как бы никто потом его не повторит. Более того, поскольку, если у нас хорошо выученные функции похожести, то и в окрестности его все там вариации плохих слов тоже исчезают. Таким образом, мы как бы забанили не только вот именно это и окрестность. И таким образом, как бы эта проблема получается решается. Остается довольно такой важный вопрос, что, подождите, но с одной стороны соседи хорошо, но с другой стороны все-таки, как вот мы говорили, что во всех этих каскадах соседи, они скорее рано, а в конце все-таки мощные-мощные ранжирующие функции сети, деревья и так далее. И вот тут-то есть такой вполне открытый научный вопрос, как можно правильно именно комбинировать ансамбли из соседей, которые позволят нам реагировать очень быстро, и сильных параметрических моделей, которые дают нам максимальную точность. Вопросы как бы для ученых, их есть у нас, и если у вас, то тоже займитесь полезной статьей, мы попробуем. Вот. На этом месте мы сейчас почти перейдем к Сидру. Давайте вернемся. Проговорили про то, что соседи, про них нужно не забывать, они самый старый, самый используемый, самый важный алгоритм обучения. Учите ваших стажеров и детей ему. Он на самом деле самый легкий в понимании тоже. С педагогической точки зрения, я всегда был большим фанатом того, что все курсы обучения должны начинаться с правил деревьев и соседей, потому что тогда понятно. К сожалению, половина курсов обучения начинается с матриц сетей, и это непонятно. Если учите обучению, учитесь с них. Они очень применимы во всех приложениях, которые связаны с поиском, с рекомендациями, они используются. Важно помнить, что индексировать нужно всегда зависимо от того, какие представления у вас есть. И, наконец, вот есть такая задачка, как ни странно, машины обучатели ей до этого не занимались, именно как мы можем максимально быстро делать исправление в производстве. И как раз соседи тут опять же показались очень удобным решением. Вот. Это все. Вопросы с удовольствием отвечу. Спасибо. У меня вопрос по последнему челленджу, но не про соседей. Мне подумалось, когда про АБ-тестирование говорилось, что там можно применять прогнозирование. И здесь не может ли Алиса сначала подумать, прежде чем что-нибудь ляпнуть. Ну, например, вот она говорит какое-нибудь слово, а потом раз, прежде чем отправить пользователя, например, может применить классификацию на токсик или еще на что-нибудь, да, а потом посмотреть, то есть контекст стал более токсичным или не стал, а также может быть прогнозировать ответы на свои реплики пользователей, насколько там эскалация пойдет, агрессия или еще каких-то эмоций. Спасибо. То есть про прогнозирование. Ну, по первой части, то есть мы, безусловно, как раз компоненты, которые, вот ты, когда говорил про фильтрацию ответов и фильтрацию вопросов, конечно же, это делается. То есть мы знаем, что перед тем, как послать ответ, мы пытаемся, если мы его классифицируем как плохой, мы возьмем другой ответ. У нас их много. Вот. По второй части, с точки зрения прогнозирования, интересный вопрос. Мы этого не пробовали. В чем тут будет проблема? В том, что пользователи, они чрезвычайно непредсказуемы, как мы обнаруживаем, особенно, скажем так, в своих разговорах с Алисой они заметно теряют ингибицию и как бы часто говорят совсем не так, как говорят между собой люди во всех смыслах этих слов. Вот. Поэтому, то есть тут было бы довольно тяжело на самом, то есть опять же, поскольку у нас накапливаются данные, наверное, могли бы это делать, но тут энтропия, то есть в этом смысле не то, что мы просто можем на твиттере ингибироваться, они людям много себе что позволяют в этом смысле. Просто буквально на днях вышла статья, которая называется типа TomNet, то есть Ethereum Mind, которая как раз позволяет прогнозировать и управлять поведением агента другого. Посмотрим. Интересно. Спасибо. Спасибо. Спасибо за интересный доклад. Вот у меня вопрос по Алисе. Сейчас нужно, чтобы пообщаться с ней, нужно открыть телефон, вызвать приложение, и вот, допустим, готовишь ты что-нибудь на кухне, и надо узнать, какой следующий ингредиент класть в каком количестве. Хочется крикнуть мобильнику, а что дальше класть, и чтобы он тебе ответил. Да, хочется. В скором времени такое будет. Ну, говорят, там бывают разные другие, кроме телефонов, еще штуки, которые умеют отвечать. Вот. Может быть, они… Мы всегда про это думаем. И даже над чем-то за тобой работаем. Сейчас, секунду. Здравствуйте. Стас Складов, IBM. Может, вопрос немножко не в кассу. Вы не сталкивались с такой ситуацией? Ну, ты обратил внимание, что в основном диалог ведем мы с Алисой. То есть мы задаем вопрос, она отвечает. Либо мы просто с ней болтаем на какие-то свободные темы. А вы не сталкивались с такой задачей, когда нужно, наоборот, пользователя провести по какому-нибудь процессу, но при этом все равно… Ну, сам процесс жесткий, но при этом все равно не терять свободы, когда человек все-таки ляпнет какую-нибудь ерунду, его надо вернуть в русло. Вот как вы это прокомментируете? Может, что-то… Да, это как бы интересная задача именно для управления диалогом. Тут, в частности, даже вот среди скиллов как бы некоторые такие… Хотя мы позволяем вести разговор вот именно продолжать, но по сути информационники, они все-таки одноходовые. А даже вот среди игр у нас есть квесты, которые по определению многоходовые позволяют как бы довольно вот свободу… С одной стороны свободу, с другой стороны продвижение про какого-то дерева диалогов. И для более сложных сценариев, то есть вот в области диалогов именно всегда классическим сценарием было бронирование отелей и всяких… и полетов, потому что там нужно много что узнавать, в зависимости от этого менять ответы. То есть на самом деле, с одной стороны, как бы нас берет печаль, потому что когда эта вот область, она сильно… настолько погрязла в этих отелях и полетах, что как бы очень мало сделали полезного для как бы сегодняшнего времени. Но в то же время, да, это как бы есть… Конечно же, есть такие типы запросов, которые более сложные, которые требуют именно моделирования более долгого. И, конечно же, мы хотим… То есть мы, когда проектировали нашу систему в день диалогов, мы имели это в уме. И вот в частности квесты именно как раз и являются примерами того, что это более сложные такие развесистые сценарии, в которых, с одной стороны, можно говорить свободным языком и употреблять разные варианты терминов, но, с другой стороны, они проводят себя про каком-то дереву. Ну, то есть небольшой вопрос еще последний. То есть получается все равно вот этот кодирование, грубо говоря, бизнес-процесса, это по факту дерево. То есть это не обучение на массиве? Это зависит, потому что зависит от навыка. То есть есть какие-то навыки, просто какая сегодня погода. Обычно, если у нас есть геолокации, то есть мы могли бы спрашивать, что а где вы сейчас находитесь, а сегодня вы имеете в виду утром или вечером, но, наверное, это людям бы не понравилось. Как бы мы просто предположим, что они не хотят ничего больше, они хотят просто ответа. Если мы ошибемся в геолокации, они переспросят, но в куче случаев люди любят ответ прямо сейчас. Даже если мы рискуем ошибиться, тогда переспросят. В некоторых случаях необходимо, если они говорят, например, уже в случае, например, вызова такси, если мы скажем просто вызове такси, то вопрос все-таки, то есть понятно куда, но куда ехать все-таки надо спросить будет. Спасибо. Здравствуйте, Алексей из ТТ групп. Я начинающий разработчик, и вопрос не совсем по машинное обучение, а скорее по… то есть вопрос в том, что по самому проекту Алиса. Хотелось бы узнать, спланируется ли свободная API для Алисы, то есть чтобы Алиса была хорошим интерфейсом для приложений. И второй маленький вопросик. Алиса – это еще один проект по датамайнингу или нет? Давайте начну с первого. С второго. Нет. Теперь к первому. А мы очень-очень-очень-очень хорошо понимаем, что для того, чтобы Алиса дальше росла и развивалась, важны две вещи. Первое, чтобы она была доступна максимально широко и не только в нашем приложении или паре приложений. И второе, то, чтобы там были не только навыки, какие-то интенты, которые сделали мы, но которые сделали все остальные. Вот. На данный момент я поставлю точку в конце этого предложения. Но как бы продолжайте нас слушать. Осталось недолго. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. У меня вот два вопроса. Вы затронули то, что плохой контент, да, вот на, казалось бы, нормальные вопросы. А что, если пользователь хочет, так сказать, поговорить о плохом? Ведь если мы ограничиваем, вот если мы ограничиваем, да, вот такой контент, то получается, что мы теряем такого свободного собеседника. Да. Хороший вопрос. Пользователи очень часто говорят, хотят говорить о плохом, как выяснилось. Причем во всех его проявлениях. Да, это как раз важно. То есть точно так же, как и в поиске, если человек спрашивает про порно, то как бы, ну, на тебе порно. А если здесь, как бы, он предлагает, что это такое, то как раз в этом смысле пример сожечь был, как бы, правильно ли, как бы, какого-то социофоба, как бы, социопата подстрекать дальше. Хорошие. Вот тут начинаются сложные вопросы, потому что если там просто был вопрос про, например, взрослый контент, то тут скорее вопрос такой, что там начинается, ну, есть ли у Алисы характер, хотим ли бы, чтобы она говорила фи, или говорила, как бы, ну, ладно, как бы, или понимала, что если это голос ребенка, то тогда все-таки ай-яй-яй. Вот. Но тут в случае с насилием, то есть мы уверены, что правильный ответ всегда нет. А в случае с другими темами ответ зависит. Вот. В случае со взрослыми, как бы, мы начинали с того, что мы, как бы, придумывали характер, думали, что у нее будут, как бы, некоторые характеры, потом мы поняли, что, о чем на самом деле в большинстве случаев говорят люди, поняли, что ладно, придется поменять характер. Поэтому тут возможно расхождение. В зависимости от тематики, в некоторых случаях, да, если вопрос запретный, то и ответ должен быть запретный. Это нормально. Еще второй вопрос. Я думаю, что некоторые видели такие видео, где, допустим, ставят две Алисы рядом с собой, и они разговаривают. А вы не смотрели, вот, например, на такую плоскость, то, что на так называемые групповые разговоры, то есть у нас есть несколько людей, несколько ботов, и они как-то между собой общаются. Вы как-то делали разработки, или, возможно, у вас есть какие-то идеи по этому поводу? Нам бы один на один все-таки улучшить. На самом деле, в разговорах даже самая первая часть вот именно распознавания является нерешенной проблемой так называемой коктейльной вечеринки, потому что если распознавание одного человека более-менее решено на уровне лучше уже, чем человека практически, то для нескольких говорящих это качество гораздо хуже человека, и это открытая проблема именно в области распознавания речи. Поэтому еще рано. То есть как бы серьезный ответ, что еще рано, потому что даже первая стадия еще не там. Спасибо большое. Вот, можно вот к первому докладу если вернуться? Проводили вы, например, такое АБ-тестирование. Возьмем кого-нибудь тролля из интернета и подсовывать будем его вместо Алисы. Кто кого уделает, например? Алиса вот быстрее затроллит, или вот профессиональный там YouTube какой-нибудь чувак, найти его, вот сказать, вот давай-ка ты поболтаешь. А какую метрику мы при этом оптимизируем? Ну вот, вот, вот он есть. Вот у него и спросим, какой. Ну на то, чтобы подольше поболтал, например. Или, например, переиграть человека. Ну то есть чтобы он с человеком реальным поболтал и насколько Алиса хуже человека реального. Вот сравнивали? Нет, но есть же при Слобнере, как бы есть такая старая традиция попробовать пройти тест тюринга в некоторых условиях. Как бы это такой вполне активная область технологий, как бы хобби. Ну в этом смысле у нас же не цель, как бы какой-то выиграть тест Лобнера или что-то нам, наша цель сделать, чтобы людям было удобно и прикольно. Вот. И как бы в этом смысле у нас целевая функция, как бы довольно понятная, и у нас много еще работы, чтобы улучшать, поэтому вот как бы такие абстрактные упражнения сейчас нам не очень актуальны. Не, ну просто там сравнить, вот насколько кто троллит выше. То есть если он будет на уровне, все, тогда можно. Люди, я… Ну вот, вот, посмотреть хоть число, насколько лучше, потому что… Ну интересно. Интересная мысль. Ну в общем пока что мы не занимались. Спасибо. Говорят, хватит, и можно дальше за Сидром. Спасибо большое за вопросы. Да, сейчас, а я должен… Был отличный вопрос про то, что хотим ли мы, чтобы Алиса умела делать не только что делаем мы, и было много еще где. Вот за этот вопрос я хоть ничего не сказал, но призы он достроен. Я не знаю, можно, пожалуйста, встать. Кто-то там спрашивал про то, что когда Алиса будет доступна. Про API, да, про API. Вот. Спасибо. Большое спасибо еще раз, что пришли. Мы, я думаю, это делаем не последний раз далеко. Поговорите с любыми из нас, мы будем очень рады. До свидания. Продолжение следует... Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...